Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, 19 сентября, и как обычно по четвергам выходит в эфир наша программа «Кухня Юго-Запада». С вами буду я, Михаил Першин. И Антон Погодин. Здравствуйте. Антон, сразу же озвучим то, что мы будем обсуждать в этой передаче. Передача целиком и полностью посвящена первому и второму дивизионам. Четыре гостя у нас будет, так как не было возможности до этого выпустить передачу, посвященную первой и второй лигам. Гости у нас сегодня это Геннадий Данилович Кос, руководитель «Химика». Это Родион Масюк, капитан команды «Хэнговер», это то, что касается первого дивизиона. Айс 2-го дивизиона, Валентин Хамраев, капитан команды «Ров Байкау», и Антон Дисовза-Степанов, главный тренер команды «Вихрь Саус-Вест». Также напомним мы о результатах Еврокубковой кампании, которые наши три клуба, к сожалению, неудачно начали на этой неделе. Ну и в целом попытаемся по максимуму, насколько это возможно, осветить жизнь первой и второй лиги. Сейчас вы видите на экранах турнирную таблицу первого дивизиона. Отмечаем, что шесть команд у нас не потерпели пока что поражений. Да, и на первых четырех позициях разместились сразу три представителя прошлого года во второго дивизиона. На первом месте трейдер «Тим Густ», 16 очков, 5 побед, 1 ничья. Приоритет следует за ним, так же, как и в том сезоне во второй лиге. 5 побед, 1 ничья, тоже 16 очков. «Росвайн ипотека» разместилась. Неудачник стыковых матчей прошлогоднего первого дивизиона за выход, например, в высший дивизион. 16 очков, также победитель второй лиги «Б» «Атлас», 16 очков. И за ним уже, за этой группой, группа преследователей «ММФ-2». Финалист прошлогодних стыковых матчей, 14 очков. Кооператив «Озеро» один из, одна из команд, которые удивляют всех на старте нынешнего сезона. Также 14 очков, а также представитель высшего дивизиона на седьмом месте. Команда «Чемпионат», также обладатель прошлогоднего кубка, разместилась на седьмой позиции, 12 очков, имея матч в запасе. Ну, а дальше группа команд, которая потихоньку начинает отваливаться. Вообще, по старту первого дивизиона, можно для себя выделить какие-то команды-фавориты? Если как в том году было, мне кажется, уже с первых туров более-менее очевидно, то в этом году можно сказать о том, что эта команда в следующем году будет играть в вышки? Со стопроцентной уверенностью нет. Меня удивляет, честно, несмотря на то, что трейдер-приоритет, они в том году неплохо себя показали во второй лиге, можно сказать, они вдвоем ее выиграли, свою подгруппу, да, но они меня, честно, на старте удивили, потому что многие команды, переходя из дивизиона в дивизиона, какое-то время тратят на адаптацию. Эти же ребята с места в карьеру рванули, заняли лидирующие строчки. Не знаю, надолго, навсегда или временно, пока трудно сказать. Ипотека сделала вывод из прошлогоднего сезона, это сказывается и на забитых мячах в прошлом году, у них с этим была определенная проблема, в этом году они решили. Обновились исполнители. Да, появились еще, добавили ряд молодых ребят и, в принципе, чертановских воспитанников. Да, это Денис Шарфудинов говорил о том, что основная ставка сделана на них, потому что там есть завязки, назовем так. Атлас, Атлас в том году продемонстрировал уже в кубке, сыграв с чемпионом в прошлогоднем упорной борьбе, проиграв, но показал то, что, в принципе, коллектив готов соревноваться не только в первом дивизионе, но и с высшим дивизионом. Поэтому, в принципе, от Атласа я, если уж брать фаворита для себя, я, наверное, выделю Атлас. Потому что сохранили всех ребят, которые были в том году. То есть, команда уже второй сезон тем же самым составом идет, не изменяет своему традиционному конденсационному футболу. В принципе, у ребят дисциплины как с игровой, так и за полем все хорошо. То есть, для меня Атлас. И чемпионат, в принципе, можно тоже отнести, потому что, как бы, можно сказать, что они случайно оказались в первом дивизионе. И несмотря на то, что у них поражение, единственное поражение, кстати, от ипотеки. Да. То есть, тут тоже, как бы, не надо голову посылать пеплом. Я думаю, все-таки Атлас чемпионат, я вот возьму вот так. И Росвоен ипотека. Ну, у меня вот по первым турам два коллектива. Это все-таки чемпионат и это Росвоен ипотека. Вот, на данный момент, на данный момент чуть сильнее, чуть сильнее. Но нельзя сбрасывать со счетов никого. Даже ММФ-2 мне очень нравится, как в этом сезоне играет. И вот победа была крупная над метрологиком 8-4. Вообще, чемпионат обещает быть очень интересным, плотным. И, ну, мы пообсудим какие-то перпетии первой дивизиона с нашими гостями. И с Генадием Косом, и с Родионом Босиком. Мы будем общаться не только о именных командах. Будем общаться вообще в целом на развитие ситуации в дивизионе. В воскресенье наши клубы стартовали в так называемых Еврокубках. Три звездочки приняли старт в Лиге чемпионов. А любители и чемпионат играли в матчи Кубка ЛФЛ. Неудачный получился старт. Прямо скажем, для наших команд 0 очков на троих набрали. Если же возьмем сначала Кубок ЛФЛ. Эти матчи мы, к сожалению, не видели. Два поражения. Чемпионат на севере проигрывает Аэрофлоту со счетом 3-1. Трансгарант Восточный дома обыгрывает Любителей 5-3. Но я знаю, там у Любителей были большие проблемы с составом. Поэтому, в принципе, учитывая, что это выездные матчи и небольшие поражения, все еще в руках этих клубов дома, у себя на Юго-Западе. Надо постараться брать очки. Мы верим, болеем и надеемся, что все будет хорошо. Отдельно хочется Лиги чемпионов. Три звездочки стартовали в этом турнире. Экзаменатор был самый сложный в Москве. Команда, возглавляющая рейтинг клубов. Команда, обладатель Кубка ЛФЛ. Победитель Лиги чемпионов позавтрошного сезона. Тройка, которая на Юге не имеет никаких конкурентов. И, конечно же, по-хорошему, провальный был первый тайм. Если первые 10 минут как-то все еще неплохо, органично смотрелось. Несколько раз вратарь выручил звездочек. Но потом как-то пропущенные мячи пошли. И, конечно же, не очень вдалась игра. Давайте мы сейчас дадим слово участникам этого матча. Если со стороны звездочек это наш частый собеседник Артем Севастьянов. После этого интервью послушайте еще мнение игрока тройки Виктора Пинаева об этом матче. Артем, здравствуй. Тройка сильный соперник. Вам попалась сразу же в первой игре Лиги чемпионов. Скажу, что не получилось сегодня. Фу, ну, конечно, тройка... Все мы знаем, что тройка является одним из фаворитов вообще во всей Лиге чемпионов. Поэтому я думаю, даже это где-то плюс, что в первом туре сразу вот так с ней, чтобы понимать, так сказать, уровень Лиги чемпионов повыше будет, чем у нашего чемпионата. Ну, в принципе, что не получилось, наверное, мы сразу как-то оборонительный футбол выбрали для себя. В принципе, неплохо оборонялись, слишком рано, наверное, пропустили эти два гола. Вот. А так, если как-то положительно какие-то моменты извлекать, да, из этого матча, то считаю, что, в принципе, второй тайм довольно-таки неплохо провели. Вот. Хотя понятно, что где-то тройка там уже начала на удержание играть. Ну, не стало, так сказать, нас там уже вообще громить. Вот. Хотя, в принципе, и по зонам более-менее мы освоились, как бы привыкли к темпу. Поэтому считаю, что вот как бы из всех 60 минут второй тайм вполне можно в актив себе нести. Скажи, просматривали ли вы уже соперника своей по группе? Да, все, как бы, у нас и руководство, тренерский штаб, все смотрим, изучаем, ребята там тоже посматривают игры соперников. Вот. Ну, как команды все сильные, вот, конечно, уровень, повторю, что немножко другой. Вот. Но будем воевать, другого у тебя не остается. Спасибо. Желаю удачи вам. Спасибо. Виктор, здравствуй. Поздравляю вас с уверенной победой. Расскажи свой комментарий об игре. Спасибо большое за победу, сопернику за игру. В принципе, старт в Лиге Чемпионов, он всегда такой немножко волнительный, да. Тут, несмотря на соперника, там, что это юго-запад, к сопернику подходили с полной строгости, готовились. Ну, и, в принципе, все то, что мы задумали, удалось реализовать в игре. Скажи, пожалуйста, был ли удивлен, что такой крупный счет в первой игре? Ну, я скажу так, что в ЛФЛ это же не странность, да, крупный счет. Все зависит, опять-таки, как складывается игра. Игра складывается из микроэпизодов. Где-то нам повезло, мы забили быстрые голы, сопернику приходилось раскрываться. Мы любим играть, скажем так, быстрый футбол на контратаках. Ну, и дальше уже появились зоны свободные. Игроки у нас обладают достаточным мастерством, чтобы сделать такие моменты. Спасибо, желаю вам дальше удачи. Спасибо. Видите из слов, что Артем в целом тоже удовлетворен тем, как складывался второй тайм. Ну, звездочкам было очень тяжело, они не привыкли к такому уровню сопротивления. Выходит команда, которая никого не боится, эта тройка, естественно, оставляет звездочек практически без мяча. И не привыкли так играть звездочки. Наоборот, они привыкли, что они играют с позицией силы. У них нет того уровня сопротивления, которым в Лиге Чемпионов. Понятно, что это первым другого уровня. Ну, они привыкли, да, у нас в чемпионате больше владеть мячом. А здесь тройка забрала мяч, и трезвездочки не привыкли за ним бегать. Что, собственно, и вырвалось в итоге результат. Ты знаешь, настораживает, если честно. Настораживает последние игры трезвездочек. Коль уж мы сегодня выйдем на трагете, мы ушли. Ну, просто скажем, что мы проиграли. Давай все-таки скажем. Проиграли они Беркурию. Впервые за полтора года поражение в чемпионате потерпели подопечные Артемы Цирилы. И на следующий день... Разгромное поражение. Разгромное поражение от тройки. Хотя не сказать, что не было каких-то футболистов у звездочки. Ну, может быть, Блатов только можно выделить, что вот его не было. А так в целом... Ну, и Екрасова, конечно. Блатов, Екрасов, потому что вот именно в такой игре, кажется, Екрасов очень помог в центре подержать мяч. Да, был Никонов. Но где-то вот опыта как раз не хватило вот этой молодой гвардии Артема Цирина. Что вылилось в итоге в неутешительный результат. Неутешительный результат. Ну, в принципе, мы ожидали, что может быть поражение. Конечно, не думали, что с таким счетом. Хотя наш коллега, эксперт Южной Лиги... Нас предупреждал о том, что игра будет односторонней. Что будет, да. И когда мы в прошлой передаче записывали про Лигу чемпионов, он сказал, что без шансов, там... Это самое мягкое, без шансов, что я сказал. Да, да. Но мы не верили. И мы по-прежнему верим в звездочки. Надо подойти просто... Может, что-то изменить в игре? Нет, ну не что-то изменить в игре. Наверное, просто вот они почувствовали, что тут и сопротивление. Плюс там Динамо, у него уже знакомая команда. Там Беда тоже примерно известный клуб. Тем более, там, я уверен и знаю, что и Артем Цирин, и другие руководители клуба смотрят за соперниками. И верим, болеем за звездочки. И надеюсь, что все не будет хорошо. Ну что ж, друзья. У нас в студии появляется первый гость. Геннадий Леонидович Кос. Просим любить и жаловать. Известнейший в ЛФЛ человек. Руководитель команды Химик. Геннадий Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Геннадий Леонидович, ну давайте сразу по горячим следам, так сказать, обсудим последнюю вашу игру. Не совсем удачно вы сыграли против Айсберга, проиграли 5-2. И вообще старт сезона для Химика получился, мягко говоря, неудачным. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Ну, команда Химик – это очень интересный коллектив. Об этом немножко попозже. О старте сезона, если вспомнить историю, мы никогда не начинаем хорошо сезон, потому что август месяц – это время отпусков студентов. Не все приезжают. Как говорится, слава богу, найти 8-9-10 человек, чтобы хотя бы выставить состав. Ну а в этом году неплохие соперники все были. Все команды из первой пятерки на сегодняшний день, с кем мы играли. По крайней мере, трейдер, приоритет, чемпионат. Ну, с Айсбергом по вчерашней игре мы ввели в строй новых 4 игрока. Два игрока вообще первый раз играли в ЛФЛ. Два игрока уже давно не играют в ЛФЛ. Вот поэтому таким составом, конечно, было сложновато сыграть. Но я вам скажу, что Айсберг – неплохая команда. У них хороший последний защитник, у них хороший нападающий. Они в середине, по крайней мере, в любом случае должны оставаться. И будут трепить нервы всем участникам первой пятерки. Ну, первые забили, как в основном всегда в этом чемпионате. А на большие просто не хватило. Потому что замены проводятся немножко, ну, не тех меняем, на кого хотелось бы. Выходят на поле просто дать людям передохнуть. Вот. Пока будем считать, что не собрался основной состав. Хотя, что сейчас основной состав очень тяжело в химике сказать. Все, кто приходят, и это и является основными игроками. Хорошо, что пока еще удерживается Чернышов, Тришин, тот же Мордох Яшвили, тот же Демченко, тот же Кривенков. Ну, остальные будем потихонечку, как всегда, со вторых номеров будут выходить на первые. Но я даже и не вижу в этом году, кому бы со вторых выходить. Придется кому-то выходить даже с третьих номеров на первые. Ну, хорошо, хоть вчера прибыли все те, кто должен прибыть. Это первый раз, потому что на каждую игру 2-3 человека обещают прибыть. Потом какие-то смс-ки за 10-20 минут до игры. Не могу. И в итоге одна-две замены. Вот по вчерашней игре, в принципе, все. Будем работать. Будем работать в этом плане. Команде упасть ниже, чем есть уже нельзя. Но упасть не дадим. И пропасть то же самое. Ну, то, что пропасть, мы не сомневаемся. Химик давно играет уже в Либийской футбольной лиге. Помним мы еще, что вы были один из руководителей команд системы красной пролетарии, как мы их называем. Часто мы вспоминаем эту команду. Очень много игроков хороших. До сих пор на полях ЛФЛ играют из этого клуба. Поэтому то, что у Химика прекрасное будущее. И команда не пропадет, мы не сомневаемся нисколько. Геннадий Леонидович, хотелось бы у вас уточнить по поводу селекционной работы команды. Летом очень много ушедших игроков, которые в прошлом сезоне были на ключевых позициях. Ожидаемо это было для вас? Или все же многие трансферы на выход были неожиданные? У нас в команде так заведено, что за 2-3 тура до окончания сезона я перед командой выступаю на маленьком собрании. Говорю, что где-то в начале июля по 5 июля будет обзвон. Пожалуйста, все, кто хочет подняться в классе, кто хочет уйти в другую команду, никого держать не будем. Хотелось бы, конечно, всегда оставить костяк. Но у нас команда студенческая, студенты это особое звено в нашей жизни. Он выпустился, либо от тебя уже не зависит, либо ему 22-23 года, амбиции полные карманы. Научился играть в футбол в том же химике, уходит, создает свою команду. Но зачастую через 1-2-3 сезона люди возвращаются обратно. Да, было по некоторым людям неожиданно. У нас ушло 8 человек, 4 из них ребята стартового состава. Вот тот же Пещеров перешел в команду Шальнии, в высшую лигу. Пожалуйста, Олег попросился подняться в классе, никто ему не препятствовал. Получится, получится, пусть играет. Вот Ефремов, который приехал из Саратова, почему-то не получилось у него сработать. Он уже занял позицию правого защитника, также уехал обратно в Саратов. Сказал, все, ребята, всем спасибо, до свидания. Миша Нижерадзе, который 2 сезона был лучшим бомбардиром команды, ушел на запад, во вторую лигу, создал свою команду. Я в субботу, кстати, смотрел их матч. Ну, вроде двигается, вроде в основном составе. Вот я так понимаю, что пока не собирается возвращаться. Валера Варшенидзе ушел на юг, его ребята, его друзья, они вышли там через Восток, Восход, Восход, да, у них есть такая, перед началом сезона. Кубок, да. Кубок Восхода, вот через Восход второе место заняли, вышли в первую лигу, ну все, теперь ему зачем первую лигу менять на первую лигу, я с ним сегодня созванивался. Ну, остальные 5 человек закончили МГУ и разъехались, пока за Москву не смогли зацепиться. Ваня Кормеев, который был лучшим игроком прошлого сезона, тоже поступил на службу, Федеральную службу безопасности, контролирует регионы России, пока в Москве нет возможности ему на игры появиться. Вместо них, конечно, у нас скамейка огромнейшая, в дверь стучатся с утра до вечера, человек 50 можно заявлять, но это по третьей лиге можно заявлять, все, кто хочет играть в футбол, а если ты уже играешь в первой лиге, надо что-то показывать. Пока, честно скажем, я заполнил все 25 ячеек теми, кто хотел играть. Из них большого будущего у некоторых я, честно сказать, не вижу, но будем пробовать, будем пробовать. Все в 20-22 года продолжают играть в футбол, если умеют, если любят футбол, а в любительской футбольной лиге не любить футбол, просто здесь нечего делать. Мы не будем идти по методу запада, там и севера, где играют в основном профессионалы. И команда пока не может что-то воссоздать. Первый тайм вроде бы играем, на второй тайм просто-напросто не хватает тех игроков, которые играют. Но у нас такая же ситуация произошла и 4 года назад, когда мы, если помните, полсезона шли на первом месте в первой лиге. Да, тогда была хорошая борьба, очень много было претендентов на повышение. В итоге вот три звездочки тогда, не три звездочки, а МИПИ. МИПИ и Олимп. А мы, кстати, и МИПИ дважды обыграли, и Олимп дважды обыграли в том сезоне. У нас команда была интересна, я так посчитал, 14 членов команды являлись капитанами сборных своих. Либо факультета при МГУ, либо команда, которая играет на первенстве МГУ. Все со своим ведением футбола, все со своими амбициями. Мне приходилось просто больше даже внимания уделять не на их уровень футбола, а то, чтобы построить в команде то, что хочется для команды. Ну, вроде бы, получалось. Ну, Долгов, конечно, да. Тот же Гусев, тот же Поткин сильно помогали команде. Тот же Саркисов все ушли в высшую лигу на сегодняшний день. Ну, и что-то так, как-то майские праздники. Первый сдвоенный тур, 9 мая сдвоенный тур. И мы взяли и три игры подряд проиграли. Содружество, помню, тогда удары проиграли. Вот. И я собрал команду, посидели, поразмышляли, говорю, ребят, с таким уровнем футбола, если мы, идя на первом месте, не можем играть команды более слабого по турнирной позиции команды, ну, нам нечего делать в высшей лиге. От любительского футбола надо получать удовольствие в первую очередь. На сегодняшний день, видите, да, некоторые команды просто уходят с высшей лиги в первую лигу для того, чтобы играть в футбол, потому что там не тянут уровень футбола более серьезный, более высокий. Вот. И как-то принял я решение для себя, что пока не надо нам выходить в высшую лигу. Ну, команда в итоге закончила на шестом месте. После этого шесть человек тут же получили приглашение в высшую лигу. Это и Саркисов, и Гусев, и Тришин, и Таришко, и Поткину, Кириленко, и Долгов тот же. Все ушли. Следующий сезон команду начинаем создавать с августа месяца по-новому. В этом сезоне, это продолжая ответ на ваш вопрос, получается то же самое. Ищем таланта. Раз в четыре года обновление глобальное у Химика, да, получается? Получается так. Мы будем надеяться, что это обновление вернет на те же позиции, которые были у тебя на четыре года назад. Желаем всяческих удач в этих начинаниях. Потому что на данный момент, в принципе, команда стабильно забивает. Единственное, это вызывает вопрос. Пропущенные мячи, 40 мячей, все-таки это очень много. Я понимаю, было там разгромное поражение от чемпионата, там, по-моему, 10 мячей. Еще от кого-то там 10 мячей. Понятно, там в двух матчах половина мячей из 40 был пропущен. Потихоньку, судя по тому, что у вас каждые последние три игры, если рассматривали на два мяча, каждую игру меньше уже стали пропускать, это не может не радовать. То есть там 8, 6, теперь 4. То есть, в принципе, 5, да. Получается, оптимизация медленно, но идет в верном направлении. В каждой игре стоял новый вратарь. 4 тура, 4 новых вратаря. Сейчас вот на два последних тура хоть один и тот же вратарь приезжает. Шашкин, да, который голкипер сборной МГУ. Да, шашкин, голкипер сборной МГУ. И то, честно скажу, за лето немножко он и растерял форму, и не играл, и немножко веса поднабрал. Вчера он с папой приезжал на игру, после игры мы с ним встретились, немножко поговорили. Но самое главное, есть желание. Человек будет приезжать, ему надо доказывать. Он на сегодняшний день становится основным вратарем сборной химического факультета, потому что Чупров выпустился. Иначе ему и карты в руки. А где, как не в химике, на наших полях, в Юго-Западной лиге, повышать свой уровень футбола? А с трейдером, Антон, я с тобой не согласен. Хоть мы проиграли 11-6, мы ввели 2-0, мы ввели 4-2, мы ввели 5-4, закончили первый тайм, страшную травму у нас получил игрок, там на скорой потом увезли его, и все, и у нас одна замена, и почему-то во втором тайме вот этой вот одной замены не хватило. Мы проиграли второй тайм 6-1, в итоге 11-6. А трейдер, извините, сейчас идет на первом месте. А трейдер вообще обыгрывает? Но трейдер больше всех забил, 50 мячей уже. Я видел их игру с КамАЗом, мы ее еще обсудим в отчетном туре. И поначалу это тоже было не сладко, потом уже КамАЗ, видимо, тоже не хватило скамейки запасных, и трейдер додавил уже. КамАЗ вообще это отдельная история, тяжело предугадать вообще, как они проведут следующий матч, потому что они могут проиграть кому угодно, выиграть у кого угодно, состав непостоянный, тяжелый критерий для отбора. Ну давайте будем о «Химике». У нас Геннадий Леонидович, другие команды мы обязательно тоже еще сегодня обсудим. Геннадий Леонидович, ну, я думаю, всем интересно историю создания клуба. Хотелось бы побольше, чтобы наши зрители знали все о команде «Химик». Ну вот, я сам являюсь мастером спорта СССР, наверное, никому не секрет по вольной борьбе. Был вторым в Ульяновске в 88-м году, в 89-м году в городе Челябинске вторым был по вооруженным силам. Вот, участник сборной, участник первенства СССР в 90-м году. Вот, но какой борец не любит футбол? У нас, по-моему, все борцы неплохо играют в футбол, умеют не только играть, бороться, биться. Амбиции, спортивный дух. Ну, немножко поигрывал в футбол. Вот ездили мы когда-то нашей командой, кожаный мяч, было такое первенство в Ташкент, город. Я был капитаном сборной, но уехал на первенство СССР в это время по вольной борьбе. Ребята уехали без меня. Пятое место мы заняли на СССР. Всем присвоили звание кандидата в мастера спорта. Но без меня получилось. Я лидер команды, лучший игрок, но уехать не удалось. Что касается любительской футбольной лиги, как вы уже сказали, Миш, Немножко я поиграл в старте с 2005 года. Потом переименовался он в красный пролетарий. Мы создали и дубль. Да, я был там немножко, как говорится, у руля этой команды. Ну, в основном играл за дублирующий состав. Все матчи, когда приезжал, команда со второй лиги вышла в первую, вышла в высшую лигу. Немножко даже шороху так это наводили. На сегодняшний день, обратите внимание, очень многие команды укомплектованы именно игроками с красного пролетария. По высшей лиге, в первой лиге тоже остались. Была как-то мысль года четыре назад немножко воссоздать на базе Химика. Взять человек 6-7. Начал я с товарища Чиновникова Сергея. Но у него был там какой-то серьезный штраф. Да, вроде уже все разобрались. И насколько я знаю, что Чиновников с этого сезона возобновил свою карьеру. Играет во второй лиге, на юге. Я с ним разговаривал. Он говорит, если не пойдет, возвращаюсь. И ваши мысли, Геннадий Ильич, мы будем пробовать. Хотя ребятам уже многим за 30. Тот же Игорь Щербатых, если помните, я его в прошлом году взял. 8 мячей в первую туры пропустил. Больше мы Игоря не видели. Кабадди Химик. То есть тоже тут вот интересная история. После того, как вроде бы получалось в красном пролетарии, стал подтаскивать своих студентов. Я, если кто не знает, являюсь начальником направления военной кафедры Московского государственного университета. Как говорится, все люди в моих руках. Имели бы желание и хотели бы заниматься спортом. Поиграли в красном пролетарии. А потом почему-то в 2010 году решили на наших вновь созданных полях МГУ сыграть составом новых студентов и студентов-выпускников военной кафедры. Ну, просто так, товарищеский матч. Борьба была интересная. 3-2 победили ветераны. Вот молодежь пока проиграла. Сели попить чайок. И какие-то мысли стали появляться. Геннадий Ильич, есть у вас возможность попробовать заявить общую нашу команду с новым названием уже в любительскую футбольную лигу. Тогда был у нас Рахимов. У роли я с ним созваниваюсь. Там какие-то очередя и так далее. Но получилось заявить в 2011 году команду Химик в 3-й дивизион. Пока играли, как говорится, все, кто умел бить в мяч. Вот. На следующий сезон команда появилась. В МГУ в то время не так много было команд. На сегодняшний день их уже 8. У нас в лиге играющих. В нашей лиге 8 команд. То есть уже подбор игроков. Если здесь не нравится ему играть и чувствует, что не тянет, он запросто может уйти или в 3 звездочки, или в те же Ленинские горы, или в тот же Атлант во вторую лигу. Уран. Уран, да. Уран тоже. Ну, Уран. Уран играл и в первой лиге. Играл. Шороха наводил во второй лиге. Уран давно играл. И на следующий сезон решили как-то за счет состава сборной. Кто играл в сборной. Это и Саркисов пришел в команду в то время. И Демченко, и Тришин. Вот игроки все сборной. И тот же Абазов. Залим. Тот же Кочергин Валера. Тот же Медведев Артем. За Москву играли они у Лиховенко. Ну и команда задвигалась. Мы поняли, что можем обыгрывать. И обыгрывали не особо одаренных футболистов. Их со счетом там по 8-0, по 10-0. Заняли второе место вместе с Содружеством. Содружество первым и второе. И вышли во второй дивизион. Во втором дивизионе, извините, пришлось немножечко от футболистов отказаться. Набрали новых 6-8 человек. Поиграли во втором дивизионе. Притерлись, как говорится. И потом приняли решение выходить, пробовать выходить в первый дивизион. Тем же составом. Уже наигранными игроками. Никого новых мы не приглашали. Тогда как раз было строительство нашего юго-западного полей. Играли на песчанке. Тяжело было ездить. Да, переходной период у нас был. На песчанке, на сетоне какие-то матчи играем. Да, хочу историю одну рассказать. Думал сегодня, когда к вам готовился рассказать, не рассказать. Мы заняли четвертое место. Четыре команды выходило напрямую. Нибиру первое место. Заняли Содружество. Второе. Стандарт была такая неплохая команда. С тренером хорошим они заняли третье место. Тренер в Алмазе работает. Значит будет толк. В основном, концовку прошлого сезона он был там. Потом начало этого сезона тоже был замечен. Что-то вот на последней игре не было. Миш, неплохой специалист. Хороший. Хороший специалист. И я поехал в последний тур. Нибиру играет со стандартом. Последний тур. У них была игра на Сетуни. У нас была игра в следующий день на песчанке. Я приезжаю, настраиваю ребят в раздевалке в Нибиру. В Нибиру уже ничего не надо. Они первое место занимают. А у нас есть шанс еще третье место занять. Настраивается команда. 1-0 проигрывает. Потом во втором тайме 2 забивает и побеждает. 2-1. Я приезжаю перед игрой и говорю, ребят, мы на 1 очко отстаем от стандарта. Если мы сегодня выигрываем, все, мы получаем бронзовые медали. Потому что хочется все-таки не только выходить в лигу, но и все-таки медали получать молодым ребятам. Играем. 1-1. Все нормально. Ну и с хамовниками играли. Тоже хорошая и амбициозная команда. Могут проиграть любой команде. Могут обыграть тоже любую. И вратарь практически от своих ворот чужих пропускает. Вот эту вот муху сверху. 2-1. Ну, представляете, что после финального сломания, ребята. Да. Что с ним было от команды. Что им какое сказало спасибо в кавычках. Ну и заняли 4 место. Вот так вот не получилось получить бронзовые медали. Далее 1-й дивизион. 1-й дивизион это уже серьезный уровень. С каждым годом я смотрю, он растет и растет. В прошлом году вот столица. Прокатилась по всем. Заряд, в принципе, не дал ни с кем там особо посоревноваться. 2 явных лидера были на сегодняшний день. Также я смотрю, приоритет вышел. Неплохие ребята. Трейдер также неплохие ребята. Тот же Атлас. Тот же Айсберг. Все новые команды. Они не знаю, насколько их хватит духу. Но пока по игре они показывают достойный футбол. Даже может быть и по высшей лиге. Вот. А если вспомнить прошлогодний кубок, я почему встал и в высшей лиге. Сейчас говорите. Практически все команды первой лиги, если вы помните, обыграли команды высшей лиги. Мы обыграли также Пищевик. Неплохую амбициозную команду. Тот же Стоп Наркотик. Тот же Алмаз. Помните, как проходил. То есть высшая лига. Селеста в финале кубка играла. Селеста. Ну, Селесте мы и проиграли. 0-0. Ну да, пенальти. Пенальти. Еще в штангу попал тогда, я помню. Там долго серия пенальти была. И, наверное, Олежа поэтому обиделся. И решил перейти классом выше. Там пока дела не очень не стоят. Вчера на матче не было его. Шальне и вчера победили. Не играл он. Поэтому. Ну, посмотрим. Будем надеяться. Олег опытный игрок. Ну, адаптация может тоже происходить. Чемпион неоднократно Юго-Западной лиги в составе Алани. За сборную неоднократно выступал. Поэтому, я думаю, разберется. Все хорошо у него будет. Так вот, продолжаю отвечать на ваш вопрос. Вышли в первую лигу. Несколько матчей проиграли. А потом что-то как завелись. 12 побед подряд. Вышли на первое место. И что-то это первое место никому не хотели отдавать. Потому что вот к чему. Нас команды не знали. Особо не настраивались. Я так понимаю. Ну, а в дальнейшем под конец они показали, кто в доме хозяин. Те, кто играет давно в первой лиге. Уже с опытным, с хорошим наигрываемым составом. Просто-напросто нас в конце не дали никаких шансов. 3-1 поражение. 2-5 поражения. 2-4 поражения. И все. Команда, как я уже говорил, заняла шестое место. То бишь, пока не будем мы о тех командах, которые вышли с этой лиги много говорить. Хорошие ребята. Но посмотрим, насколько их хватит. Ну, скажем так, верхние четверки из тех команд, которые сейчас лидируют. Имею одинаковое количество очков по 16. Три из них представители как раз второго дивизиона прошлогоднего. И только Росвоен ипотека и ММФ. Это команда, которым не повезло в том году. Которые ставили перед собой задачу выхода и не решили ее вклинивать. Ну, ММФ не уверен, что ставили задачу. Ну, как? Все-таки Вэл Фэл, мне кажется, меньше все равно. Даже если ты не ставил задачу, но у тебя катят, я думаю, аппетит растет во время еды. Нет, это конечно. И там в одном ударе были. Да, и в одном ударе. ММФ не повезло в серии пенальти. И, в принципе, мне кажется, им тоже по-своему обидно. И, кстати, по поводу ММФ тоже два представителя МГУ. Ну, мы руководителя Павла Борискина, команды ММФ-2, на следующую нашу передачу обязательно позовем. У него есть желание. И спрашивали бы у него. Ну, по работе не получается. Но, я думаю, в этом сезоне обязательно мы про эту команду поговорим с ним. Ну, коль уж мы подошли к представителям второго дивизиона. Геннадий Леонидович, тогда у меня вопрос сразу возникает. У вас следующие туры с еще одним, четвертым, прошлогодним представителем второго дивизиона «Вершина». В принципе, не так далеко она от вас идет. Команда, там, две победы было. И ничья на старте, там, в последнее время дела не очень. Какие ожидания от игры с «Вершиной»? Ну, все первых шесть туров у меня были как раз с командами чемпионат высшей лиги. Остальные пять со второй лиги. Вот, вершина очередной соперник второй лиги. Вот, ну, вы посмотрите, что они сделали. Они в 9 утра игру поставили на субботу. Да. Это сложно, сложно, как говорится. Ну, если ты любишь футбол, значит, будь любезен, приезжай на матч. Здесь ничего не скажешь. Если мы соберем, у нас есть еще в команде 10 человек, которые уровню футбола первой лиги соответствуют. Если они собираются, в вершине 5-1. Шансов у них нет. Если я смогу собрать. Потому что у людей тоже свои проблемы. Суббота – это учеба у студентов, у некоторых. Ну, а если не соберемся, ну, так и будем пробовать возиться, пробовать. Пробовать, конечно, будем отнимать. Хотя бы одно очко надо завивать. Ну, попробовать, конечно, три. То бишь, команды пока у химика для первого дивизиона, честно скажем, нет. Я люблю, когда у меня приезжает, я приглашаю 12, а их приезжает 18 или 20. То есть 8-10 человек, которых ты не приглашаешь. Они любят футбол, они приходят, получают футболку, готовы выйти на поле. Если ты меняешь 7 человек на 7 человек, вот это и есть команда любительской футбольной лиги. Это мое мнение. Я думаю, оно совершенно правильное. Вот поэтому и растут вторые номера, которые выходят на позицию первых. Тут и третьи номера подтягиваются. И еще скамейка там 25 стучаться, чтобы быть представителем команды химик пока. Ну, команде такого нет. Будем надеяться, что попробуем мы это все по-новой воспроизвести. Сейчас начнется первенство МГУ ОПК, так называемое. Выйдем на поля. Мой помощник Костя Куриленко, кстати, стоит на воротах ММФ-2. Вот. Сделаем просмотр. Одного, двух, троих новых молодых игроков амбициозных надо подтаскивать. Вот. Ну и потом поиграем. С вершиной будем биться. Я думаю, им просто так нас не одолеть. Это радует. То есть у вас сейчас этап отбора и оптимизации, так понимаю. Получается так. Николай, начинаем мы, что ведете вы интересную статистику по команде по своей, по системе Бубнова, как вы говорили. Скажите поподробнее чуть-чуть об этом. Может быть, кто-нибудь заинтересуется, проконсультируется у вас. С первого дня, ну я такой человек, сам по себе статист. С первого дня организации команды мы стали фиксировать количество матчей, количество забитых мячей. Для вратарей тех, кто стоял в воротах, количество пропущенных мячей. В дальнейшем я попробовал выделять лучших и худших. Это должно быть обязательно. У нас, кстати, после каждого сезона мы проводим собрание, где производится награждение лучшего игрока, лучшего бомбардира. Худшие тоже определяются. И у меня есть своя система расчета. Она полусекретная. То есть нет консультации? Консультация в частном порядке, на поле, пожалуйста, подходите. Игроки зачастую поддерживают. Вот Алексей есть, который, да, он очень любит перед каждым туром прийти, посмотреть, не на ней ждайте мне вашу таблицу коэффициента полезности. Смотрит, кто лучший, кто худший. Иногда доводят это игроков. Ну, кто любит футбол, еще раз говорю, и видит, что у него коэффициент полезности немножко пониже того игрока, который слабее его, якобы. Он, конечно, старается показать более достойный футбол, повысить коэффициент полезности. По-другому составляет. Величить свою эффективность. Да, только так. Ну, у нас я, Рыженков, Юрий писал письмо электронное два года назад, для того, чтобы он обновил это все. Почему-то письмо было отвергнуто, потому что у нас когда-то в третьем дивизионе, вы помните, не велась статистика. Статистика у меня вся есть. Но надо ее просто возобновить и в команду химик закинуть. Тогда будет более правдивая ситуация. Потому что у меня есть ребята, кто и более 200 матчей уже сыграл. Более 100 матчей. А в нашей статистике тот, кто 200, у него там 120. Тот, кто уже 100, у него там 25. То же самое и по мячам. Не знаю. И тогда будет и статистика уже реальная. Наши прекрасные рубрики, которые на сегодняшний день очень хорошо, великолепно выглядят. Все лиги. Он осуществляет показ. Ну, как-то так. Понятно. Геонид Ильич, спасибо большое, что пришли к нам в передачу. Желаю вам удачи лично и химику на полях Либельской футбольной лиги. Огромное спасибо. Приглашайте. Будем приходить. Всего доброго. Друзья, ну что же, у нас в студии второй гость. Капитан команды, руководитель футбольного клуба «Хэнговер» Родион Масюк. Родион, добрый вечер. Всем привет. Поводы есть пообщаться. Победа в последнем туре. Красивая победа над крепкой командой «Торпеда Гагаринский». И вообще, в принципе, «Хэнговер» интересная молодая команда, имеющая свой почерк, стиль. И думаю, расскажет нам сегодня о том, как строилась эта команда. И вообще, какие принципы ведения игры у «Хэнговера». Ну, строились мы все, в принципе, с одного района, можно сказать, мы с одной коробки, все из Ясенева. Ну, 80% игроков из Ясенева. Нашей команде вот уже 9 лет будет в этом году. Начинали мы с ТДК в 2010 году, сдавились в ТДК. Потом, в 2012 году мы сдавились в Лигу МФЛ. Это 8 на 8. В Чертаново проходили игры. В конечном счете мы выиграли эту Лигу. Вот. В 3-й дивизион, вышли со 2-го. Во 2-й лиге, опять же, сразу за год вышли со 2-го в 1-й. И вот уже 3-й сезон играем в 1-й лиге. Ну, если прошлый сезон был довольно шкомканный, могли и вылететь. И позапрошлый. За прошлый, ну, в меньшей степени, да. То есть, ну, спасались уже буквально на флангах, можно сказать. Ну, прошлый сезон, я отмечу, мы первые 10 игр мы жестко провалили. Мы набрали 2 очка за первые 10 игр. Мне вот это сказалось. Но к Новому году, то есть к концу первого круга, мы уже вышли из зоны вылетов. То есть, если бы вот не эти 10 игр, там хотя бы 3-4 игры бы свои мы бы забрали. Мы были бы, я думаю, в серединке. Вот это нас подвело. Ну, собственно, вот сейчас вы находитесь в середине интернирной таблицы. Вообще, задачи перед ханговером. Перед началом сезона же Доринка было какое-то собрание. Ну, собрание, оно у нас есть всегда, но как таковой задач у нас нет. Но, естественно, вылет это будет для нас провалом. А если займем 5-е место, это будет большим успехом, я считаю. То есть, подумывайте о том, что в плей-офф сыграть. Ну, я не скажу, что мы об этом подумаем, но мы как бы реалисты, мы смотрим реальные вещи. Но если вот там так все сложится, и мы займем 5-е место, это будет большим успехом. С чем кардинальные изменения, какие кардинальные изменения были сделаны перед стартом этого сезона? Потому что, ну, в принципе, игру, которую вы показываете, очень интересная и зрелищная. С забитых мячей. И, в принципе, вы сейчас одна из немногих команд, которая бескомпромиссна. У нас ноль ничьих, три победы, три поражения. Причем две победы были одержаны буквально 14-15 числа, Нибиру и Торпед Гагазинский. Ну, изменения. Конкретно по игре я не думаю, что у нас какие-то изменения. Мы играли примерно так же и в том сезоне. По людям, я могу сказать, у нас ушел один важный игрок. Это Федя Бадуров. Шальные. Но к нам пришли два новых хороших парня. Это Тимур. Не буду его назвать фамилию, потому что много ошибиться. И Якубович Ростислав. Оба сильные ребята. По Бадурову. Бадуров играл в сборной. Играл против сборной Северо-Запада на финале четырех. Серебряном финале четырех. Уговаривали остаться или попросил человек? Нет, в этом плане мы никогда не будем кого-то задерживать. Мы, наоборот, рады, что человек пошел на повышение. Мы даже всячески его поддерживали. У него даже было предложение от другой команды Северо-Запада. Но он был по территориальным признакам. Ну и хорошо, что остался он в нашей лиге. Опять же, и тренер сборной. Я знаю очень высокое мнение об его игре. Поэтому... Ну и потенциал у парня все-таки он там... Конечно, он под молодежную сборную подходит. Молодежную сборную, я думаю, он раньше проявил себя, чем за основной. Что-то мне подсказывает. В этом году уж точно. Я думаю, да. Ну, какие планы в принципе вообще на этот сезон? Помимо того, что 5-е место, понятно, будет успех. Вообще есть какая-то цель определенного выращивать игроков там или выращивать для себя больше, не для других? По поводу вообще игроков и новых игроков. Мы как бы ограничены в поиске, потому что мы все скидываемся поровну, все делим поровну. Поэтому поиск у нас он сразу сокращается, потому что найти достойного футболиста, который еще платежеспособен, очень сложно сегодня. Выращивать точно, как бы нам некого и некого. Мы как бы рады любому новому игроку, желательно, который предоставит качественное усиление. Ну да, на самом деле это очень редко, что и скидываться за матчи, и показывать уровень мистерства, это очень большая редкость. Даже как бы на фоне первой лиги, но достаточно сложно конкурировать сейчас с командами, когда все скидываются, все играют ровно. Ну, насколько я знаю, Атлас, который сейчас идет на 4-м месте, идет без поражений, там тоже все скидываются. Такая же история, да, и как неудивительно, никто никуда не ушел. Высокое такое содержание дружбы должно быть, это именно коллективизм. Ну, в принципе, мы только за счет этого и держимся, на самом деле. За счет того, что мы с одного двора, мы все с одной коробки, за счет этого мы и держимся. Ивана Лапшова, защитника московского локомотива, стоит вообще ждать? Вообще он уже заставил седник ПК Оренбурга, на первом сентября. А, перешел, это мы упустили. Оренбург выкупил его контракт, вот, теперь он в Оренбурге. Ну, может быть, в межсезонье приедет. Ну, в принципе, он раньше по возможности приезжал в межсезонье, когда это никак не накладывалось на его игры, там, казанки и так далее. Я думаю, ну, в качестве зрителя он точно, я думаю, будет. Мы как бы общаемся, мы дружим все время. Тем более, насколько я понимаю, Оренбург не запрещает своим футболистам играть в Левицкой футбольной лиге. Вспоминаем мы, что и Сутармин Алексей, ныне игрок «Зенита», в прошлом году приезжал, играл в столицу «Артель», тоже вот в отпуске, выходил, и две или три игры он сыграл, но вообще сыграл после «Локомотива» на следующий день. Да, у них была игра Оренбург «Локомотив», в субботу они играют, уходят в отпуск, а в воскресенье уходят 3 плюс 3. Метра Лоджика выходит и 3 забивает, 3 отдаёт. Ну, будет приятно видеть Ивада на полях. Мы всегда рады, когда футболисты хорошего уровня. А уж когда футболисты действующие из премьер-лиги, мы вообще все рады. Ивпрок в сборной оси. Молодежь. Молодежь. Да, молодежь. Хотелось бы, знаю, что часто ты вижу это на трибунах, бывает, что целый день проводишь на трибунах, до матча, после матча. Вообще по дивизиону какие-то команды по-первыху можешь выделить? Выделить? Ну, у меня симпатичная роль с вами по темпу. Команда с коленером, интересный коллектив. Обидно, что метрологик сейчас показывает плохую игру. Команда с историей, жалко будет, если они вылетят. Тоны неожиданно плохо играют. Я думал, они будут в восьмерке точно. Возможно, так и будет. А так, приоритет трейдер, чемпионат, мне кажется, очевидно. Идут высоко, как и должны идти. Ну, Озерка, которая сейчас здорово играет. Ну, Озерка тоже усиление, очень хорошее. Тоже профессиональные футболисты бывшие. Озеро, если будет собираться, то, я думаю, они тоже будут высоко. Ну, там всегда проблемы. Озеро всегда проблемы со сбором. Всегда проблемы со сбором. Ты знаешь, вот в этом году, если уж мы Озеро затронули тему, да, и обсуждаем, в принципе, команд 1-й дивизион, Озеро в этом году добавило им в плане дисциплины. То есть, у них один и тот же состав в этом году на все игры выходит. Ну, вообще их обойма, мне кажется, короткая. Она небольшая, да, но у них стандартно один и тот же состав в этом году выходит то, что, допустим, не было в том сезоне, и долгое время, если вы помните, Озеро было внизу, пока они начали потихоньку набирать. В этом сезоне совершенно диаметрально противоположная ситуация. Озеро выигрывает 4 игры, сыграл 2 раза в ничью. И, знаете, 21-8 по мячам, это, в принципе, хороший задел на будущее. Команда, меньшее Озеро пропустил только чемпионат представителей высшего дивизиона, да, с составом, по большому счету, высшего дивизиона. Ну, его свои ипотеки 8 тоже пропустили. Ну, раз в военной ипотеке еще на данный момент, мне кажется, не было. А игру больше по мне, а в ипотеке? Нет, по 6 матчей. По 6 матчей, да, у чемпионата меньше всех сыграны, но чемпионат уже успел проиграть как раз в Росвоенной ипотеке со счетом, причем, 3-0, как бы, без шансов, в принципе, для них. Ну, там не сбор состава. Вот, опять же, то, о чем мы говорим. Стандартный состав или нестандартный состав. Росвоенной ипотек, кооператив. Ребята не проигрывают, у ребят стабильный состав. Чемпионат, как только не собрался в полной боевой единице, сразу поражение от одного из претендентов на повышение в классе. Поэтому, мне кажется, залог хэнговера в том же и будет заключаться. Будет ли сбор, да. Ну, вот, например, вот в эти выходные мы не собрались, а выиграли поигры. У нас на игре в субботу была одна замена в лице нашего тренера. В итоге сломался Гена, вышел тренер. На последние 15 минут мы дожали этот счет. И в воскресенье мы тоже играли с одной заменой. Геннадий Серебряков лучше бомбардировал в сфере хэнговера. Траву тяжелую получил? Ну, что-то с коленом, с уставом. А насколько она тяжелая и сложная, я думаю, это никто не знает. Даже время покажет. Какова роль в команде главного тренера Дениса Булгадырова? Именно он единственный определяет стартовый состав на игру, руководит заменами или как-то с капитаном с тобой советуется? Ну, нет. Все, что касается футбола, все решает он, в принципе. Ну, в плане стартового состава, замены и так далее. Ну, в принципе, я считаю, это и правильно. Это было бы глупо как бы иметь этот тренер и решать за него, либо как-то воздействовать. Это неправильно. Соглашусь, да. Обычно так в клубах и бывает. То, что есть тот, кто отвечает за результат, именно тренер. И руководитель команды, представитель клуба уже отвечает за другой. С этой игры, я не знаю, можете знать, нет, но Денис и Гена, они родные братья. Нет, мы этого не знали. А они родные братья? Лучше бомбардир и главный тренер превосходный. Да, ну, в чем фамилии, фамилии разные. Ну, у них отцы разные, а так у них одна змея. Вот, не знаю. Мы знаем мы такие примеры. Знаю, да. Разные фамилии, родные братья. Ну, родные братья, да. Кто вы говорили? Да. Следующая игра у вас будет с Айсбергом. Какие мысли по этому матчу? Если честно, я Айсберг видел лишь однажды против Селесты. Тогда мне показался коллектив очень сильным. Но в то же время я смотрел на их результат, что они там проиграли метрологику и другим коллективам. Поэтому, я так понимаю, у них все зависит от сбора. Если они полностью соберутся на этот матч, то нам будет очень тяжело. Так я прогнозы не могу дать. То есть уверенности нет. В результате. Нет, нет. Уверенности нет. Но они также идут бескомпромиссно, как и вы. Поэтому, мне кажется, если бы букмекер рассматривал эту игру, то ничего бы он в ставке даже не принимал. В обоих коллективах 3-0-3. Для меня лично тоже, знаете, команда загадка. Потому что начали сезон, они вообще очень плохо. Вот там и понятно, что ушла большая группа футболистов. Влились новые футболисты. Сейчас идет притирка какая-то. Даже, ну, честно, не знаю, чего ждать. Потихоньку из кризиса Айсберг все-таки выходит. Выходит из кризиса. Набирать стал стабильно очки. То есть, ну, интересная игра будет. В принципе, у вас и забиты по одинаковому количеству мячей примерно. У Айсберга на один мяч больше забиты. Единственное, катастрофическая разница только в пропущенных мячах. Пропущенные мячи у Хэнговера есть игр, где они побеждают крупным, например, с тонной. Хотя там по первым 20 минутам матча вообще там была равная игра абсолютно. Да, да, да. А потом у Тонны, там, Карпинский ушел с поля, Егоров травму очередную получил и Хэнговер там полностью доминировал на поле. А есть игры, поражение у вас было сокрушительное от чемпионата, от приоритета. С чемпионатом у нас стал полевой игрок, но там в любом случае стал бы не полевой, мы бы получили бы там, я не знаю, сколько там, 11, но получили бы там 6, наверное. Ну, с чемпионатом сложно, да. Да, с чемпионатом сложно. Ну, да, вот у вас была такая серия, то, что поражение от у вас в своей ипотеке крупное. То есть, если Хэнговер проигрывает, то он проигрывает крупно. Проиграть, так проиграть. 0-13, 0-6, 1-12, да. Ну, есть и победа крупная на Тонны 9-1, и вот в эти выходные Нибиру, кстати, очень неприятная команда. И вообще-то этой игры, вот, Хэнговер Нибиру, такая вот, она и для судейства, скорее всего, сложная была игра, потому что и те, и другие проповедуют такой скоростный силовой футбол. Да, агрессивный. Да, агрессивный футбол, и поэтому молодцы, Хэнговер, потому что победили. Ну, а игрок с Торпедой я сам видел, ну, не сказать, что на классе, но очень здоровый Хэнговер. Торпеда, мне кажется, вот с нами они как-то, ну, ничего интересного не показали. То есть, ну, мы ждали чего-то там, ну, что-то будет, а как-то было все слишком прямолинейно, все слишком, не знаю, прямо. Торпеда тоже адаптируется сейчас к первому дивизиону, тоже ребятам тяжело. Они два года пропустили, не участвовали в первом дивизионе, там тоже идет постоянная ротация, постоянный подбор. Кто-то уходит, кто-то приходит, и для оптимизации состава всегда нужно время. Обмен вратарями вы произвели летом, шальными, сознательно это было сделано? Или просто так получилось, что... Нет, 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 да, в смысле, случайность, мы еще думали о вратаре шальных, и еще весной, мы бы и знали, что он будет у нас летом. А Норик, это двоюродный брат Феди и Коли, и вот как бы Норик пошел вместе с Федей. Но мы как видим, что Норик, он там уже и не вратарь. Ну, да, да, да. То есть, у вас получается такая семейная команда, братья, двоюродные, родные, то есть, такая интересная команда. Большая семья такая, семейная преемственность в команде. Не задали бы этот вопрос Геннадию Леонидовичу Косу, зададим мы Родиону. Родион, по твоей версии, вообще, вот фавориты первой дивизионной? Я думаю, будет Росвейнпотека чемпионат. Я думаю, на третьем, четвертом, ну, либо, возможно, они будут рядом, это будет и трейдер, и приоритет. Потом я буду, я думаю, там будет такой разрыв, там очков 10, и уже дальше будут все остальные. В Атлас не верится? Я думаю, Атлас, Озеро, я думаю, еще Айсберг, если будут собираться, они будут, как раз, бороться за пятое место. За путевку в плей-офф. Напомним, что регламент такой же, как и в прошлом году, что первая, вторая команда выходит напрямую, а третье, четвертое, пятое место будут играть в плей-офф с 14 командой высшего дивизиона. И там непонятно, кто будет. Ну, еще только начало чемпионата, поэтому, в принципе, это как такой прогноз. Не, ну, лидеры, мне кажется, они уже как бы обозначены. Ну, если у нас 4 команды имеют по 16 очков. Так у нас 6 команд не проигрывали. Ну, да. Поэтому тут. И там чемпионаты в Райт идут с одним поражением. А в Райт, которая выйдет, мне кажется, тоже. Ну, Райт, мне кажется, вот опять, кто приедет. Кто приедет. Аликстра тоже вот из Ясневых, все ребята в Райт, мы их всех хорошо знаем. Ну, я сидел, да, тоже команда Ясневская. Ну, Райт 11 очков, 2 ничьи, 1 поражение, 3 победы. Уже потихоньку разрыв, на самом деле. Чемпионат еще, надо учитывать, что чемпионат сыграл 5 игр, а не 6. То есть, если потерянную, то уже разрыв будет между 8 и 7 местом уже будет составлять 3 очка. Уже одна победа на 6 туров. То есть, еще в 12 турах я даже не могу представить, как может разделиться таблица, если все будут набирать свои очки. Ну, в принципе, да, но сейчас старт сезона все равно, хоть 6 туров прошло, но многое зависит от календаря. Кто, с кем играл, еще не было таких прямых стыковых матчей, там, лидеров. И я думаю, что там та же Тонна начнет набирать очки и обязательно должен Нибир себя показать. Химик обретет, уверен, то, что былую силу. Соответственно, КамАЗ, опять же, который сейчас внизу идет. И по календарю сейчас очень сложно, потому что какие-то команды будут добавлять в течение сезона. И сложно что-то прогнозировать, кого как будет. Понятно, что есть там какие-то определенные фавориты, но прям явно что сказать, что вот эта команда... Как мы ее помнишь, категорично с тобой в передаче заявляли в одной из прошлых, что Атлас там видится единственным фаворитом будущего первого дивизиона. А потом происходит, что чемпионат спускается вниз, Росвайд-Ипотека сильно добавляет. Спускается КамАЗ вниз. Спускается КамАЗ вниз, добавляют другие команды и уже не так все однозначно. Ну да, даже вот посмотреть Селеста, которая в том году до последнего цеплялась за пятерку. Старт. Просто еле-еле обыгранная вершина 3-2. Булевая победа. Очень-очень тяжело набираются очки, хотя по идее, казалось бы, Селеста в этом сезоне, то вот они голодные, холодные, обиженные, уже надоел им первый дивизион, хорошая селекция. И нет пока того результата, к которому они стремятся. Ну что же, скажу спасибо Родиону за то, что к нам пришел. Ну, пожелаем удачи его команде и будем надеяться, что будут еще поводы встретиться здесь в студии. Спасибо. Всего доброго. Друзья, обсудили мы события в первом дивизионе. Сейчас у нас через некоторое время придут гости уже именно по второму дивизиону Юго-Западной лиге. И давайте вкратце сейчас вспомним о таблице в втором А и его втором Б дивизионах. Во втором А что у нас там происходит, Антон? Ну, во втором А лидерство захватило сразу два коллектива. Это Инчемп, новая команда в нашей лиге, и Роу Байкал. Также на третьей, четвертой и пятой позиции занимает, соответственно, Новая Москва, Вихрь, Саус-Вест и Росмой, имеющий по 15 очков. И замыкает, можно так сказать, данную шестерку команда Антиспорт, команда, повысившаяся в классе в том году с 12 очками. Если говорить о лидерах лиги по результативным действиям, то на первом месте по системе гол плюс паса. Контридзе Георгий из команды Антиспорт, 11 плюс 9. На втором месте Фролов Александр из команды Роу Байкал, 9 забитых мячей с 8 передачами. И на третьем месте Лев Погосов, представитель команды Нового Москва, идущий на третьем месте с 12 уголами и 4 результативными передачами на третьем месте. Сейчас мы ко второй Б переходим. Видите вы таблицу на своих экранах. Ну и здесь у нас на первом месте команда Атлант Обнинский, которая в шести матчах тоже так же, как и в параллельной группе, идет без поражений, без потерьных очков. Набрали 18 очков, ребята в шести играх. На втором месте новая команда, перешедшая к нам с запада, коллектив Интерос. Также дубль Росвейн, ипотеки, дубль Заряд, дубль у этих трех коллективов под 15 очков, со второго по четвертое место. На пятом месте команда Классика с 13 очками и замыкает шестерку команда ФКС с 12 очками. Лидером, как и во всех дивизионах, в которых Павел Белов участвует за дубль Титана, остается и здесь. 17 голов и 9 голевых передач на первом месте. На втором месте Москаленко Дмитрий, представитель команды Классика. В этом году удивление дивизиона 2Б с 9 уголами и 6 уголевыми передачами. На третьем месте представитель команды Айраты Гареев Олег с 8 уголами и 6 результативными передачами. Ну что же, хорошо, что у нас в каждой из второй лиги, из каждой из групп на первом этапе идет борьба. На втором этапе будет борьба еще не менее, я думаю, что ожесточенно и суровая. По поводу регламента 2-го дивизиона послушайте дальше в передаче, мы обязательно все вам расскажем. Мы с нашими гостями будем общаться и расскажем про все нюансы второго этапа, про игры плей-офф и так далее. На этой неделе мы отправляли наших корреспондентов взять интервью, так как вторая лига большая, какие-то матчи вы могли видеть на ЛФЛ ТВ и можете посмотреть хайлайты или полный матч, как вам самим захочется. Ну и где-то мы даем прямую речь именно участникам непосредственно событий. Некоторые матчи мы для себя выделили и давайте послушаем участников этих матчей. Матч Павлин-Рабона, команда Павлин побеждает со счетом 5-3. И после матча пообщались мы с Анатолием Потаповым, одним из руководителей Павлина. Анатолий, кто теперь руководит? Руководство принял я и Георгий Син. Как команда пережила расставание с президентом и главным тренером? Ну, в принципе, мы не расставались. Владимир Павлин еще существует в нашей команде, он духовный наставник нашей команды. В принципе, поэтому мы не расставались, по большому счету. И какие перспективы у вас на сезон? Ну, команду мы собираем заново. Ну, хотим хотя бы в семерке закрепиться. Будем сейчас пробовать новых игроков, новые тактики. Ну, будем стараться побеждать в любом случае. Ну, и спасибо вам. О матче Инчемп-Самора, очень интересный матч, с окончившейся победой команды Инчемп со счетом 4-2, нам расскажет Роман Бальков, Инчемп, и Иван Копыл-Самора. Роман, здравствуйте. Хотелось бы знать, как появилась команда? Ну, вначале появился, насколько я знаю, интересный проект, интернет-ресурс для любительского футбола, который, насколько я знаю, стартует, ну, выкатится в декабре. Ну, и, соответственно, под этот проект появилась команда, вы можете у нас на майках видеть там, Инчемп, соответственно. И как вам игра? Игра где? В фэлл, ну, в фэлл уже, ну, прошедшая, да, хорошая. Такая, наверное, первая, такая боевая в первом тайме, когда нам пришлось отыгрываться и не сильно прикладывать усилия. Вот, а так, в принципе, все игроки достаточно, ну, хоть и не молодые, у нас ребята, но достаточно опытные, кто-то играет в любительских ликах, Аматео, Рафаэл, в принципе, для нас ничего навалит. И какие планы на сезон команды? Естественно, занимать первые места и выходить дальше. Понял, спасибо. Спасибо. Иван, здравствуйте. Каков новый облик Самор? И что нового сделал на команде в среднем с прошлого сезона? Ну, облик, в принципе, не поменялся, все те же люди, добавилось пару ребят, которые готовы ездить от игры к игре, которые в прошлом году нам не хватило, наверное, этого, поэтому снились в конце чемпионата. Вот, этот сезон начали достаточно уверенно, последние только два поражения, но, в принципе, идем от игре к игре, стараемся прогрессировать. И какие планы на сезон? Будем, как бы, задачу никакую не ставили, именно на окончание сезона. Так, будем от игры к игре идти, как уже сказал, будем стараться в каждом матче добывать очки. Преимущественно по три очка. Ну, пока не всегда получается, но будем работать над очками. Понял. Спасибо. Удачи, спасибо. Интересный матч между командами верхней половины турнирной таблицы и второй лиги. Пожидался. Классика играла против ПКС. Но Классика убедительно выигрывает 10-3. И после этого матча Алексей Мишуков, игрок Классика, и Абагалан Держимоев, игрок футбольного клуба ПКС. Алексей, здравствуй, поздравляю вас с победой. Скажи, пожалуйста, как проходит начало сезона? Ну, мы сыграли несколько таких неоднозначных игр. У нас два поражения и ничья. Потеряли очки. Вообще, собираемся выходить в первую в этом году. Но состав группы такой плотный. Команды 6-7 есть хороших. Поэтому будет, я думаю, что боевой сегодня сезон. Правда, не знаем еще пока про вторую половину сезона, как она будет проходить. Будет ли это одна группа или будет делить на верхнюю и нижнюю. А скажи, раз у вас такие задачи, собираетесь усиляться? Ну, моя усиленность перед сезоном. У нас пришел несколько человек. Кто-то даже в межсезоне тренировался. Что для нас редкость. Поэтому, я думаю, мы готовы к сезону уже. К этому составу. Спасибо. Желаю вам повыше занять место. Мугалав, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как проходит у вас начало сезона? Здравствуй. Ну, начало сезона, конечно, хорошо начали. Парагеров все равно проиграли. Но, в целом, новая команда, новый состав. И, наверное, довольно дружный коллектив. Скажи, пожалуйста, какие стоят задачи на этот сезон? Выйти в первый сезон. И усилялись как-то или будете? Да, усилялись. Процесс это, к сожалению, постоянно. Поэтому, прилипая новых игроков, кто-то уходит. Поэтому, как бы, развеем. Стараюсь, конечно, текущий коллектив удержать. Поэтому, омолаживаем коллектив. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Хамовники играли со Штуном. Потом сыграли в ничью 3-3. И послушаем мнение Ивана Брагина, игрока Харбовников. Ваня, здравствуй. Поздравляю вас с боевым ничьей. Скажи, пожалуйста, как проходит начало сезона? Ну, сложно, очень сложно проходит. Особенно для нашей команды. Первые три поражения. Вот последнюю игру выиграли. И вот сегодня в ничью сыграли. Ну, должны были выигрывать, но как-то не получилось. Погода, наверное, не сыграла за нас. Скажи, пожалуйста, какие задачи ставить на этот сезон? Ну, в десятку зайти. Чтобы уже потом побороться еще с теми командами, которые доказывают, что они в вышку хотят. Ну, в первую дивизию. Хорошо, спасибо. Желаю вам удачи. Всего доброго. Сварог одержал сенсационную, на мой взгляд, победу над командой БСК. Над командой, которая в прошлом сезоне еще играла в первом дивизионе. Послушаем интервью Дениса Левашова, игрока Сварога. Денис, здравствуй. Поздравляю вас с победой. С дублем. Расскажи, пожалуйста, об игре. Игра была равная абсолютно. Могли в любой момент все решиться. Они где-то в момент выпускали, где-то мы. Абсолютно равная игра была. Не могу определить. Все боролись, все молодцы. Нельзя кого-то определить. Скажи, пожалуйста, о начале сезона. Неплохое начало, могу сказать. Очень даже с двух побед начали. Да, где-то чуть не получилось у нас. Сейчас набираем очки. Тихонько уже становится нормально. Какие-то задачи ставят на этот сезон? Попасть в десятку лучших команд. А усилялись перед началом премьера? Нет. А собирать? Ну, думаю, да, будем усиляться. Желаю вам удачи и попасть в десятку. Спасибо. Продолжаем мы нашу передачу. И переходим мы к событию во втором дивизионе Юго-Западной Лиги. В этом сезоне по новой формуле проходит этот турнир. Чуть поподробнее мы сегодня обязательно расскажем, каков регламент. В принципе, вы это можете увидеть и на сайте. И первый гость у нас сегодня Валентин Хармаев, капитан команды Ромбайкал. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, хочется, во-первых, отметить удачный старт команды. Шесть игр, 18 очков. Команда много забивает, мало пропускает. 33 забиты, 8 пропущенных. Был классный матч с Хамовниками 0-9 в прошедшие выходные. Расскажи нам, пожалуйста, именно про старт этого сезона. Какие-то изменения с прошлыми сезонами были? Ну, вообще, как дела обстоят в команде? Ну, да. Самая основная задача у нас на сезон. Так как у нас ребята уже, в принципе, мы сохранили, получается, основной состав команды. И уже набираются опыта все ребята остальные. И плюсом добавили пару неплохих подписаний. Ну, условно, подписаний в этом сезоне. И можем уже, я думаю, ставить цели. Ну, как всегда, у нас оптимистичная цель – это выход в первый дивизион, как и в прошлом году, собственно, была. Но, объективно, в прошлом году мы это не могли сделать. Ну, сейчас, ну, честно признаться, основные матчи у нас были против не самых сильных соперников. У нас первый топ-3 не было еще. Это будет впереди. Это очень интересно. Самим посмотреть, можем ли мы реально конкурировать с сильными командами. А так, пока сейчас у нас складывается все здорово. Хочется спросить именно про последний тур. Сейчас вы видите на экранах идут хайлайты этого матча. Как вообще изнутри складывалась игра с храмовниками 0-9? Мы сейчас позже расскажешь нам, и интервью дадим в эфир, который ты давал после матча. Ну, вот хочется, чтобы ты рассказывал сейчас именно по матчу. Ну, матч на СССР хаотичный, на самом деле, потому что мы взяли задержку. 10 минут у нас не было вагалкипера основного, а вот Тумена Бабуева, Бабуевща, которого называли у нас в обзоре в прошлом сезоне. Вот. И пару еще защитников не было. Поэтому мы начали хаотично. Но быстро удалось забить два гола, очень быстро, буквально в первые 10 минут нам удалось на контратаках поймать соперника. И, ну, это сыграло как и в плюс, так и в минус нам. Потому что мы сразу опустились вниз, маленько где-то расслабились, сбавили агрессию и, собственно, поплатились. Соперник довольно-таки легко и просто отыгрался 2-2. Ну, такие боевые, боеватый соперник, в общем, ну, интересный матч. Команда поиграла в первой лиге еще недавно была сезон. И в том году в шестерке закончила. В прошлом году она четвертое место заняла в нашем дивизионе, вот. Поэтому команда неплохая, вот. И, ну, честно говоря, во втором тайме мы вышли уже с другим настроем, уже настроились больше от защиты, отыгрались. Вы вышли вперед 5-2, ну, и в конце обидные там, подпустили сами себе. Но, в принципе, второй тайм был полностью на нашей стороне. Так что счет по игре, я считаю. Сейчас вы видите на своих экранах турнирную таблицу 2-го дивизиона, группы А, и также и группу Б мы сразу вам покажем. Вопрос именно, наблюдаешь же наверняка матчи соперников, кого-то по 2-му дивизиону вот в этом году уже. Ты можешь выделить, кто и из А, и из Б может конкурировать с вами за выход в первую дивизию. Ну, в нашем, да, я понял. В нашем, в нашей группе А основное я вижу, вот, реальный соперник сильный, это ребята с Инчемпо. Вот, я был, присутствовал на некоторых матчах, специально приезжал. Видно парня со школы, у них есть тренер, у них даже есть и состав на 3, чуть ли не 3 состава. У них там смена выходит такая, вот. Но, вот, первый составчик мне очень понравился. Ребята техничные, быстрые, очень скоростной футбол показывают. Я считаю, что это, это, это лидер основной нашей, нашей группы. Вот, также хочется отметить еще Новомосква, я думаю, тоже там парни с 1-го дивизиона пришли. Точно в обиду. Еще подусилились. Подусилились, да. Ну, я думаю, в обиду себя точно не дадут, поэтому, вот, интересно мне будет встречаться, вот с этими командами, я вот всех настраиваю на, именно на этих, на эти команды, скажем. А из группы B, из группы B, там, я знаю, Атлант, да? Атлантик? Да, Атлантик. Да, Атлантик. Да, Атлантик. Атлантик. Да, Атлантик, там они что-то какие-то сумасшедшие цифры показывают, да? Ну, там неплохая команда, обученная. Ну, тоже 6 игр, 6 побед. 6 игр, 6 побед. Да, то есть, и, в принципе, конечно, ну, мы уже и в том году их отмечали. Стоит отметить, что Атлантик будет играть в Кубке Москвы от нашей лиги. Там, я думаю, тоже вполне хорошие результаты может показать эта команда. А они со второй группы или с... Они в группе B играли. Они в группе B плюс... Вообще, в том году не третьи играли. Третьи. Третьи. Они заняли второе место. Выиграл там Титан Дубль. Ну, там Титан, когда привозят съемки. Да, конечно. Тяжело. Если же затронули победителя прошлогодней третьей лиги, то Павел Белов, игрок основного Титана, сейчас является вообще лучшим игроком второго дивизиона. 17 голов и 9 голевых передач. Ну, он и лучше подавлен третью дивизиону, хотя Павел его не сильно выкладывается. Он, можно сказать, вообще не выкладывается. Получает больше удовольствия от футбола, ходит, улыбается, да, песенки поет. Да, да. Поэтому... Ну, еще можно обратить внимание во второй B. Я не знаю, почему вы не затронули эту тему. Команда Интерос, которая с Запада перешла. Ну, это мы сейчас плавно потихонечку. Да, опытнейшая команда. Юрий Роженков в ней выступает. А все почему думают, что это его какая-то команда, имеет какие-то привилегии. Нет, абсолютно. Это обычная команда, опытные футболисты. Интерос вылетел в прошлом сезоне из первой лиги Запада. Решили ребята перейти на юго-запад, и здорово играют. И была очень хорошая игра у них с Омнинским Аклантом. И, в принципе, Интерос интересный очень футбол показывает. Ну, тоже один из претендентов на повышение в классе, мне кажется. Мне кажется, что сбрасывать со счетов ни в коем случае их нельзя. Валя, давай перейдем к Байкалу, вернемся вернее к Байкалу. Почему такое название? История создания команды, потому что появились вы относительно недавно. В позапрошлом году там вошли, бойко очень вошли. Там был недоигранный матч, там уж три главы не знали. Там много всяких интересных вещей было. Ну, скажи, пожалуйста, об истории создания команды. Ну, а вообще, собственно, что представляете себе РОФ Байкал, РОФ все время забывают, это региональный общественный фонд. Это, по сути, это организация, фонд в Москве, который организовали представители нашей республики. И основной профиль этого фонда – это культурное наследие, танцы национальные. И, скажем так, на этом все и заканчивалось. То есть, вот небольшой фондик был. Далее, по мере роста, как бы, ну, роста самого фонда, руководители, учредители связались со мной и предложили, так как у нас, вообще, у нас была команда своя здесь. Ну, словно, там, ну, там, друг, не друг, там, и так далее. Где-то играли, где-то там, что-то там выступали. Куда-то заявлялись. Куда-то заявлялись, где-то отзаявлялись. То есть, ну, такой организации конкретной не было. И вот, и с нами в 2017 году связываются руководители фонда, говорят, что вот давайте, ребята, мы хотим, чтобы вы представляли наш фонд, играли в свое удовольствие, как бы, целью мы вам не ставим, там, сумасшедшие, там, вышка-невышка, там, точно такие кричи. Ну, и мы там заявились, получается, с половины, там, половина первого круга. Да, вы зашли в то место. Зашли, да, и очень тяжело заходили. Вот у нас основная проблема была, то, что мы вроде бы ввели всегда в счете, и в конце у нас начиналась какая-то 15 минут, и мы говорим, давай пропускать. То есть, не было ни опыта у ребят, то есть, маленько где-то мандраж ловили там. Ну, то есть, не хватало сыгранности, и опытных игроков также не было. Вот. И со прошлого сезона, вот, мы неплохо усилились. Взяли центрального защитника с первого дивизиона, Суралан Арслан Эджиев. Вот, он крепко в основе закрепился. Также у нас приехал парень из ЛНУД, Александр Фралов, заканчивал выпускник локомотив ЛНУД, вот, нападающий. Ну, и он тоже усилил. Суралов, да, это очень мощное усилие. Да, он очень хорошо вошел, и прям давай во всех матчах. Главное, чтобы его не забрали у нас. Ну, кто у вас его может забрать? Ну, в общем, я так, конечно. Все могут, шутим, да. Ну, в общем, собственно, как-то так вкатываемся, и в прошлом сезоне команды были первые два места трейдер, и приоритет, ну, явно были ребята креп, наголу выше. Это не второй дивизион команды? Ну, они и в первом дивизионе сейчас первые два места занимают. А, первые, да? Первые два, да. Они друг за другом в паре так и идут, как это в свое время заряд с рассвоенной ипотекой, да? Да, везде. Ну, в том году чуть-чуть не повезло, столица появилась. Да, вот, а в этом сезоне уже можно уже, как бы, ставить цели на выход. Также подписали, говорю. Ну, нет, это нормально, все же понимают. Подписали, заявили, понимаем. Парни вот с Крыльев, тоже вот, Наминов Булат у нас, ну, выпускник Крыльев, Наминов Булат. Сабарский, да? Или Московский? Что-то я не... Ну, неважно. Ну, в общем, главное не хоккейного клуба, Крыльев, совет, да, да, где вы, собственно, находитесь. Ну, и плюс у нас все ребята, все основные, они как бы тоже у нас набрали опыта, все игравшие, в принципе. Ну, конечно, фейлл скилл очень важен. Вообще, вот, очень важен, да. Даже помню, как люди приходили, там, из большого футбола, там, мастера, да, там, Карен Аганяна, Сен Аваков, Вячеслав Даев, и у них Алан Кусов. И у них Андрей Соломатин, там, можно много вспомнить. Ну, да, да. И была, Сенников, была адаптация, была адаптация из большого футбола, вот, к этому футболу 8 на 8, специфический чуть-чуть футбол. Единственный из таких вот игроков, у кого не было адаптации, это Андрей Новосадов. Он пришел, заиграл в этих воротах так, что, вот, когда он становился сборной чемпионом, мне кажется, Новосадов тогда с любой командой высшей лиги мог подписывать контракт, потому что в такой форме был сумасшедший. Но он уже закончил, и такой кураж он поймал, что, да. Новосадову можно было глаза завязывать, мне кажется, он нашего мяча бы его ловил просто в этих воротах. 7-5 метров все-таки. Так, конечно же, адаптация очень важна, и, ну, Валентий тоже об этом говорит, что... Ну, тут плюс ко всему понимаешь, тут еще в чем разница по сравнению с большим футболом, тут динамика изменения счета такая же, как в мини-футболе. То есть тут за минуту можно как выиграть игру, так и можно запороть все, то к чему-то там, ну, условно говоря, там 50 минут стремился, да, ты будешь 50 минут вести 2-0, а за последние 2 минуты плюс компенсированная 1 минута, ты можешь пропустить 3, а то и 4. И, в принципе, это неудивительно будет, стоит чуть-чуть расслабиться. Вот недавние игры даже, вот, даже в этом туре показали, что, в принципе, результат матча делается в определенный временной промежуток, то есть не обязательно для этого там 60 минут соперника волтузить. Нет, конечно, нет. Можно 2-3 забить там спокойно, претерпеть там 30-40 минут, или наоборот, там первую 10-минутку выложиться, а потом закопаться и все, соперникам это доставить шанс. Ну, даже была игра «Росмо-Союз», «Росмо» вроде бы фаворит, без поражений тогда шли, «Союз» там в серединке, и первый тайм 0-0, и как бы вроде по игре-то «Росмо» там неплохо смотрелось, хотя «Союз» с перентаймом пенальти реализовал, и за первые 5 минут второго тайма «Союз» трешку отгружает. И результат уже сделан. Все, да. Ребята не смогли бы себе отрвести. 3-1 закончили, да, уже. Ну, это опять же, мне кажется, «Росмо» не смогла перевернуть ход событий в новое русло, потому что вот то, о чем Валентин сейчас говорит, опыт. Опыт все-таки имеет важную роль «Росмо». Мы с тобой знаем тоже, по сравнению с тем сезоном, сейчас немножко другой состав, тоже видоизменяется. Команда тоже, видать, сделала какие-то орг-выводы, и судя по тому, на каком месте они сейчас находятся, на пятом, то есть 15 очков в шести играх. Мало кто ожидал, мне кажется, даже сами руководители такого хорошего состава держат. Валь, ну, о Байкале теперь еще. Вы как-то тренируетесь где-то, или же только собираетесь на матче ЛФЛ? Нет, у нас постоянные тренировки на вернатке парке. Каждый вторник мы тренируемся. Правда, не всегда получается, что мы собираем оптимальный состав на тренировке, но это основной приоритет у нас, конечно, потому что, учитывая то, что какие цели на этот сезон поставлены, уже нельзя спускать, как говорится. Так что, Тарас, пошло, да. Поэтому даже мы сейчас говорим, что пока идем без поражения, настрой максимальный, как бы, потом уже, ну, как бы, посмотрим по сезону. А так обязательно тренировки без них. И игроков просматривать продолжаете, да, все равно? Да, да, да. Появляется. Мы даже, я не знаю, Юрий Женков уже надоел, каждую неделю пишу, заяви, заяви, там, заявить, пожалуй, одного нового, одного. Отзаявите это, отзаявите это, отзаявите того. Ну, главный в лимит попасть, там же для второй лиги 5 человек можно в месяц. А, да. Ну, вот я, наверное, лимит-то уже исчерпал. Видимо, да, но это в месяц, 5 человек, и, соответственно, ну... Ждем следующий, ждем октября. Ждем октября, да. Ну, как бы, да, на самом деле, у нас, если так вот говорить на бумаге, в принципе, у нас состав неплохой, как говорится, но пока мы еще не собирали максимальный состав, который у нас может прийти, там, играющие ребята, кто у нас, спортшколы закончил. Ну, вот, пока такого не было, что приходили все. Но потихоньку вкатываемся. Ну, и плюс стоит отметить то, что у нас календарь благоприятный для нас оказался, потому что мы начали не с топовыми командами, и входить в сезон всегда сложно. Вот, пока, тем более, после перерыва. И первые две победы нам очень помогли, дали заряд, и, как бы, после этого пошло уже больше по накатанной, и, как говорится, пока продолжает это. Ну, вот, в эти выходные у вас будет очень сложная игра с командой Самора, команда с оптовым выступлением в первом дивизионе, и игроки там практически те же, поэтому хорошая ожидается, такая красочная игра, и поборетесь. Нельзя сказать, что Байкал там явный фаворит. Ну, не явный фаворит, но фаворит. Фаворит, 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 но фаворит. Ну, зла, ну, стоит отметить, я вот, с кем мы играли, я бы, наверное, отметил Меркурий Дубль. Такие парни, видно, опытные. И, хотя счет 2-7, по игре действительно, ну, не сказать, что такое, такая большая разница. Мы, по сути, реализовали свои моменты, и... Там сумасшедший первый тайм, я помню, эти девятки, там два подряд. Да, да, да. Матч, но ЛФЛТВ показывает, записи есть. Все желающие могут посмотреть хайлайты, записи. Да, играли, как бы, свои моменты все, мы реализовали в первом тайме, и очень помогли нам два гола. Станислав Болотов, в самом начале, он прям на пустом месте, как говорится, сам создал, сам реализовал, вот. И очень помогло, хотя я понимал, что соперник серьезный, там у них центральный парень хороший. Ну, там 3-4 человека, представители высшего дивизиоза, играли за Меркурий. Да, поэтому, в принципе, опять же, да, вот если сравнивать, там, прошлогодние вашу игру и нынешнюю, то есть видно, что коллектив обрастает мясом, и так, довольно-таки хорошим темпом, если вы уже даете бой игрокам высшего дивизиона, в принципе, 4 человека, это, извините, полкоманды. Плюс ко всему, не будем забывать, кто остальные полкоманды, да, это команда Уралан, насколько я помню, там. Там много из Уралана, да. Да, много из Уралана людей, то есть в первом дивизионе, тоже в том году, несмотря на то, что они вылетели, Уралан, это очень крепкий коллектив, который всем лидерам и за ряду... Ну, мы разбирали там, из-за столицы, ничья сумасшедших в первом круге. То есть не надо смотреть на результат, то есть там, видать, тоже там со сбором, видать, проблемы были в том году, а так, в принципе, Меркурий и Дубль, это не представитель яркий второго дивизиона, я думаю, где же представитель первого дивизиона, там где-то серединки. То есть, в принципе, уже исходя вот из того результата, исходя из той игры, которая была показана с таким коллективом, то есть, я думаю, только максимальные задачи надо ставить перед командой. Опять же, опираясь на то, что уже сделано и что проделано для команды. Безусловно. Валя, представитель команды, ты не один, ты капитан команды. Как у вас взаимодействие? Вот идет с Туменом Бабуевым, с Баиром Дандиновым. Как вот взаимодействие? Ну, вот Тумен и Баир, они, по сути, тоже от истоков. Начинали мы вместе все когда-то еще какие-то национальные турниры. Ну, в Москве очень много всяких разных. Всегда было и бывает. Мы вместе начали двигаться по теме футбола. Один же все равно ничего не сделаешь. Всегда нужен человек, на котором можно положиться. Это как раз единомышленники. Да, как раз правильно сказал, что единомышленники. Те ребята, для которых футбол, для них, для которых футбол, это не просто слова. Это реально часть их жизни. То есть, очень ответственные ребята. У нас есть группа. Контактирую. Условная, да. Где мы там ставим задачи, цели, просмотрим ребят, где-то находим, ищем там какие-то, ну, обсуждаем какие-то мысли. Вот. Ну, то есть, это, скажем так, на предпочтение у вас отдается в команде больше представителям вашей республики. Правильно я понимаю? Чтобы ярко представить тот фонд, которого представляете. Ну, изначально, вот на самом деле так получается на бумаге. Потому что реально такого как бы условия нету, что вот обязательно как бы разбурятие. Да, да. Как бы такого нету. Просто, ну, может быть, круг общения как-то располагает этому плюсу. То есть, у нас есть ребята, которые вот локомотив ЛНД, Селинга ЛНД заканчивали. И как бы, когда ребята приезжают в Москву, там их играющие парни, они всегда их, ну, все отслеживают. Да, да. То есть, они между собой общаются, как бы, и чем они... Ну, так в общем даже, конечно же, общаются между собой. Конечно же. Да, в футболисте между собой общаются. И как бы они в этом плане всегда, вот приезжает парень, давай его посмотрим. Давай, он играл там за нас, там бегал неплохо, там по студенчеству, там по школе. Вот. Ну, так вот так получается, так собирается команда. А так у нас получается, что да, кроме Арслана Инджиева, у нас все, как говорится, представители Республики Бурятия. Не, я просто специально задал этот вопрос, чтобы развеять миф о том, что там по территориальному признаку только игроки набираются в команду. Потому что там кто-то, как говорится, одного района, кто-то там счетов. У нас уже, видишь, уже растем, уже республики пошли потихоньку. Да. Кто тренерские решения принимает в Байкале? Тренерские? Ну, у нас нет конкретно тренера, который берет главенство командой. В основном, также, это вот перечислены представители было со мной. И у нас играет еще ветеран за нас, Евгений Ачиров. Тоже, ну, он уже взрослый человек, самодостаточный. Выступает за ветерана везде. фанат своего дела. Очень нам помогает во многих аспектах. Ну, и тоже поиграл за Иркутскую звезду. Ну, свои годы, естественно. Вот. и в этом плане мы всегда советуемся перед игрой, перед тренировками, вот эти моменты. Триевский совет, да? Да. Триевский совет. Какой лучший год советского футбола? Помнишь, такой чемпионат мира, три тренера повезли? Да, да. Ивановский, Малафеев, и кто-то еще, не помню, третий там был. Бышевец. Бышевец, Бышевец. Ну, это хорошо, когда так, в спорах, обсуждениях, рождается истина, и мы видим, что результат Кабанда Байкау говорит о правильности именно вот такой стратегии, которую ребята выбрали для себя. Согласен. Ну, да, пока как бы речи о тренере не заходило. Ну, заходило, но ни к чему не перевели пока что. Ну, посмотрим, может быть, есть смысл задуматься уже более серьезно, но пока как бы своими силами. Своими силами, да. Но в любом случае тренер это всегда хорошо. Это только плюс. Это только плюс. Ну, да, такое видение альтернативное со стороны все-таки все равно, когда решают в команде друзей и друзья, то есть все равно кому-то больше, предпочтение, кому-то меньше, а со стороны все-таки это все разбавительно, это полезно. Объективное, когда будет решение. Объективное, конечно. Ну, что же, говорю спасибо большое Валентину Кабаеву, то, что пришел к нам. Желаем успехов Байкалу и лично тебе. Надеюсь, до встречи еще в этом сезоне. Да, спасибо, спасибо. Пока, насилия. До свидания. Друзья, очередной гость появляется в нашей студии. Да, сегодня у нас очень много гостей, 4 гостя, но не было у нас большой передачи по первой и второй лиге, поэтому мы решили вот то время, пока передача не выходила, именно по этим лигам полностью пробелы эти заполнить. Прошу любить и жаловать. Степанов, Дисоуза, Антон, главный тренер команды «Вихрь Саус-Вест». Добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет. Антон, ну сразу же по горячим следам. Вчерашняя игра с «Профой». Победа со счетом 4-3. Экспресс-комментарий. Хочется послушать по этому матчу. Матч был огненный, я его видел. И, конечно же, есть о чем разговаривать. Ну, что сказать про «Профу». С этой командой мы уже третий год выступаем в юго-западной лиге. Я не очень хорошо помню, по-моему, третий год. Я не очень хорошо помню, что было два года назад. Прошлый год мы, ребята, забрали шесть очков, хотя у нас не было никаких особо претензий на выход или на борьбу за выживание. Но для «Профы» мы сложный соперник был в прошлом году. В этом году я ожидал, что этот матч будет немножко по-другому складываться, особенно начало игры. Я, в принципе, ребятам сказал, что «Профа» должна будет начать на своей половине, от себя играть на контратаке. Подумал, что они могут так сыграть с нами, как сыграли с «Гагаринским», с «Приоритетом» и с «Трейдером». Как известно, они отобрали у каждой команды во втором круге по три очка. Но все вышло не так. «Профа» нас поддавило. С уважением отношусь к этой команде. Многих ребят это знаю. Сразу нас поддавили ребята. Мы не знали, что делать с мячом. Начали заниматься футболом английским. «Бей-беги». «Попроще». «Попроще». Но долго там рассказывать нечего. «Профа» в принципе свои моменты реализовывал. 3-1 первый тайм. Ребят надо было как-то зарядить, что-то сказать. «Профа» и проведена. Я просто понимал, что игру в голове сейчас ребятам не поставить. И пришлось действовать методами психологии в каком-то смысле. И вот настроились, молодцы. И я еще не ожидал от «Профы», что она тоже ошиблась тактически. Они решили играть как раз-таки второй тайм, так как я думал, что они будут играть сначала. Они сели назад, мы начали контролировать мяч, быстро мяч начал ходить в свободной зоне. Ну и там уже все свои три мяча во втором тайме забили, ну и выиграли. Ну и там и пенальти по делу. В принципе была жесткая игра, принципиальная, но никаких претензий к сопернику. Давайте послушаем, что говорили после матча Дмитрий Шевелев из «Профы-20». И человек, для которого эта игра была принципиальная, я думаю, Тимур Фугин из «Викен Саус-Вест». Дим, здравствуй. Обидное поражение, два раза вели сегодня. Скажи, что не получилось в игре? Согласен, что два раза вели, два раза обидно. Сложно сказать. Вроде первый тайм вообще наш был, во втором что-то пошло не так. Может быть, заменами что-то напутали. Сами, мне кажется, привезли, потому что два мяча контролировали игру, преимущество было. Ну, скользко, такая погода туда-сюда сложновато. Скажи, пожалуйста, какие задачи стоят на сезон? Да блин, нам надо выходить. Надо выходить. Застрелим мы в этом дивизионе. Призовые места у нас. Призовые места в голове. Спасибо. Желаю вам удачи в призовых местах. Тимур, здравствуй. Поздравляю с волевой победой. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как развивалась игра? Развивалась для нас крайне неудачно, потому что мы пропустили гол на первых минутах. Еще, наверное, не собрались. Погода сегодня английская, позволяет играть низом. Забили, быстрый гол. В пас тоже играли очень быстро низом. Но мы собрались. При счете 3-1 нас завел очень хорошо тренер, потому что завтра он пойдет на передачу и будет все говорить про наш клуб, про нашу команду. А у нас команда волевая, как оказалось. Мы будем бороться так же до конца со всеми командами и будем бороться только за первое место. Я знаю, что ты в прошлом сезоне играл за профу 20. Скажи, это, получается, для тебя было как дерби против них? Да, дерби. Я забил, это очень хорошо для меня, на самом деле. Плюс пацаны сыграли все молодцы, хоть и я играл за профу, но к ним большое уважение. Парни молодцы. Только респект им и удачи на следующих играх так же, чтобы хорошо проявляли и до конца играли все матчи и не сдавались. Спасибо. Желаю вам дальнейших тоже игрокам удачных. Ну, что ж, послушали мы интервью участников матча. Антон, вот Тимур отмечает твою работу в перерыве, говорит, что тренер нас завел. Вообще, я с того момента как ты именно возглавил Вихрь и мы в прошлом году просто в передачах на вторую лигу отмечали именно твою работу, что идет очень большой процесс именно управлением команды, постановкой игры, при том, что в том сезоне не сказать бы, что у Вихря был какой-то очень сильный состав. В этом же году появляется Тимур Фугин, появляется Виталий Шатохин, это, я считаю, для второй лиги это топ-трансферы у нас. Ну, и Сирио, но это, наверное, больше для устрашения соперников, да? Ну, больше как для медиа такого, медиа-трамплина для нашей команды, потому что если чуть-чуть быстро пройтись по истории, все-таки возглавил я не Вихрь, а Вихрь Сос-Вес, потому что мы в прошлом сезоне так вышло, что это были две команды, еще было ФКС, три команды, которые желали объединения с какими-либо другими командами, ну, мы, так вышло, что мы выбрали Вихрь, ну, вот, пришло несколько играющих людей оттуда и оттуда, и, собственно, было сложно, скажем, начинать в прошлый сезон, мы очень долго в него вкатывались, я хотел построить оборону, у нас это, в принципе, получилось только к концу декабря, и вот следующие три месяца мы тратили на то, чтобы построить вообще иглу в атаке, у нас не было ни одного нападающего, потому что наш нападающий Миша Богданов, да, который в полном порядке, я считаю, и если бы он был в форме, к сожалению, если бы не его травма плеча, которая беспокоит его уже полтора года, я считаю, что это крайне сильный умный форвард, который помог бы абсолютно любой команде, умеющей играть абсолютно по-разному, так, как нужно команде и тренеру. И, к сожалению, не было у нас форварда постоянного, я тратил свои ресурсы защитников, коих было шесть, на игру впереди, на столба, простота, все, что нужно было нам тогда. Ну и, собственно, второй круг, как известно, мы прошли неплохо в прошлом году, мы так подсчитывали для себя, чтобы ребят мотивировать, после второго круга мы там закончили на пятом месте, если брать только второй круг, да, соответственно, вот. У нас была очень классная игра с Тарпидо-Гагаринским, которая закончилась со счетом 3-2 в нашу пользу, ну так вышло, что там, я всегда считаю, что ребята, они, они выигрывают, а проигрывает тренер, да, выигрывает команда. Вот, но тогда чуть-чуть я помог, посмотрел игру соперника, понял, что они ходят в атаку в 4, трое остается сзади, игра через нападающего с отыгрышем и дальше в свободную зону во фланг, и я решил сыграть абсолютно так же, как соперник, вот, но еще добавить немножко эмоций ребятам, благо были достаточное количество фланговых игроков, которые дополняли, и каждые там 7-5 минут я их менял, для того, чтобы они вырывали эту зону, выжигали траву, ну, собственно, так и вышло, на последней минуте мы забили. В итоге у нас была межсезонка, мы, в принципе, настроили игру, могли бы играть несколькими схемами, у нас возникло понимание, пришло несколько человек еще в том сезоне к концу зимой, это Даня Мацокин, наш игрок с очень хорошим первым пасом, да, он центральный защитник, но приходил как центральный полузащитник с хорошим пасом, с хорошим ударом, пришел Артем, к нам в команду фланговый наш игрок, нет у меня вопросов, то есть нельзя сказать, что мы чем-то, у нас нет каких-то ресурсов, да, мы все платим каждый сам за себя деньги, у нас нет спонсора, вот, команда, в которой платят каждый сам за себя, и, видимо, людей, которые приходили к нам на просмотр и приходили смотреть на нас, в том числе, подкупала, наверное, дисциплина, отношения, с которым каждый из нас подходит, собственно, к делу. Серилу, это игрок, безусловно, который усилил бы любую команду в любом дивизионе, любой регалии, любой, и более того, мы разговаривали между собой о необходимости его трансфера, потому что все равно прекрасно все понимаем, что денег платить Серилу у нас нет, есть кому платить деньги Серилу, там, собственно, он играет, это понятно, но когда у него будет свободное время, мы будем рады его видеть, и он сказал, что будет приезжать помогать нам. Переговоры с Виталием Шатохиным, с Тимуром Фугином, как проходили летом? Именно они изъявили желание, или же вы конкретно звали под конкретные позиции именно этих людей? Если говорить вообще о трансферной, скажем, назовемой так, политике, которую мы проводили этим летом, с Виталиком, Виталика я давно знаю, мы играли еще вместе в Саморе, мы играли вместе в Коньково, мы играли вместе в Саморе, много ребят из Вихря, соответственно, играли тоже в этом клубе, и Виталик уже на протяжении года был травмирован, он не играл в футбол, но я прекрасно знал, что это за игрок, насколько он был бы интересен для системы команды, которую мы пытаемся строить. Я с ним поговорил, он пришел к нам на тренировку, я ему предложил посмотреть на то, как у нас вообще что происходит, на него не давил, тренируйся, смотри, набирайся форму, если тебе понравится, классно. У него была травма, которая его беспокоила, мы обратились к доктору, одному мне известному, он посмотрел его, дал свои рекомендации, и вот сейчас Виталик спустя три месяца, два месяца играет у нас команде, и дал добро абсолютно уверенным, будучи уверенным в своем решении. Тимур, как я говорил, у нас пришел Артем в команду зимой, и Артему понравилась у нас обстановка, и он предложил Тимуру прийти к нам на тренировку. Мы с ним познакомились, провели тренировку, я предложил ему не торопиться с решением, потому что это было еще полтора месяца до начала сезона. Я предложил ему позаниматься, походить, также посмотреть, понравиться, не понравиться, не довел на него с решением, через определенное время Тимур, как уже известно, тоже решение это принял, и, насколько я понимаю, им доволен. Вообще, первое начало сезона задачи какие? О выходе? Идут разговоры в первой дивизии? Безусловно, безусловно, задача по окончанию сезона, учитывая все нововведения, которые у нас теперь во втором дивизионе, задача быть в пятерке по окончанию сезона. Ну, у нас напрямую выходит в первую лигу шесть команд, седьмая путевка будет разыграна в плей-офф, чуть напомним и скажем о регламенте, то, что сейчас на первом этапе команды группа А и группы Б играют в один круг между собой, соответственно. Дальше идет разделение на три группы. Будут разделены они по следующей схеме. В первую группу, например, идет команда первое место в группе А, и третье место в группе Б. Во второй корзине у нас получается первое место группы Б с третьим местом группы А и, соответственно, два вторых места А и Б отправляются в третью корзину. И, соответственно, остальные места также досеиваются в эти корзины и команды между собой играют в один круг еще раз именно в рамках уже своих группы и команды, занявшие первое и второе место выходят на следующий сезон в первую лигу напрямую, а команды, занявшие третье место в своих группах играют в плей-офф с командой нет, играют на вылет на вылет плей-офф с командой вот эти три команды и команда, которая заняла седьмое место с конца в первом дивизионе попадает в плей-офф. По принципу, как и переходные матчи между высшей и первой, то же самое будет между второй и первой лигой. Так, получается, 14 место у нас добавляется с первой дивизионе. потенциально под вылет, да. Ну что, теперь картина всем ясна, наконец-то. Да, потому что было очень много вопросов по регламенту, стоит еще также отметить, что не нужно смотреть уже на втором этапе, когда будут три группы, не надо там смотреть, например, что какая-то там грубая команда, идущая на четвертом месте, имеет больше очков, чем там команда, занявшая второе место в какой-то из групп, и почему они выходят, а не мы, ну вот такие условия, соответственно, очки набраны на первом этапе, они сохраняются, и вот такая система, решили попробовать, новаторство у нас и на Западе. Такая система розыгрыша второй лиги. Кого основными соперниками считаете для себя за повышение в классе? Я относился и отношусь к этому поэтапно. Сейчас у нас есть этап, это наша группа А, там приличное количество команд, которые будут бороться, я считаю, во втором округе за выход в первую лигу, это и, как ни странно, не усилившийся Байкал, но у них крепкая команда, это Росма, которая очень много времени уделяет тренировкам, и в принципе у них очень правильный, хороший подход, молодцы. Это чем, безусловно, которые я еще в межсезонье обратил внимание на их трансферы, я сразу понял, что это будет за команда, я смотрел их игры, приезжал и смотрел на ютубе, крайне интересно действует, я люблю такой футбол, рад, что у нас во втором дивизионе есть команда, играющая так много двигающаяся без мяча и умеющая броняться сначала от нападающих. Команды, вылетевшие в том году из первого дивизиона не рассматриваете Новый Москва, БСК? Ну, Москву я, честно скажу, еще не смотрел, потому что нам предстоит играть с ними не так скоро. У нас вообще очень довольно удачный календарь, я считаю, так получилось, что мы в начале сезона сыграли с теми, с кем можно было играть, сейчас у нас тоже есть возможность настроить игру, а как раз в декабре у нас около 10 матчей как раз-таки с соперниками, с которыми мы будем играть. Хамовники еще я не очень понимаю, почему так происходит, в целом, по-моему, состав у них не сильно обновился, да, 0-9. Я понимаю, что они играли с прямыми в принципе конкурентами сейчас, и даже по разнице забитых голов понятно, что команда играющая, но пока они язвно находятся на своем месте и безусловно еще поднимутся. Давайте мы сейчас дадим интервью Алексея, руководителя Хамовников-09, который он дал после матча с Байкалом. Макарин Алексей, капитан команды Хамовники-09. Алексей, поздравляю вас со стартом сезона, ну и сразу вопрос целей и задачи перед командой на предстоящий сезон. Ну, у нас очень много игроков обновилось в этом сезоне. Задача, конечно, как в прошлом сезоне, так и в этом остается выйти в первый дивизион, собрать основной костяк игроков. Мы сейчас нам привлекаем молодых игроков, студентов, регулярно тренируемся и приезжаем, играем в ЛФЛ. Достаточно скомканное начало сезона, не помеха на предстоящий сезон? На самом деле мы сезон очень плохо начали, период отпусков, были проблемы с переносами, соперники не соглашались, сложно было собраться, но сейчас потихонечку набираем все, большое спасибо вам за ответы, Алексей, удачи вам. Валентин Хармаев, капитан команды Ров Байкал. Валентин, поздравляю вас со стартом сезона, ну и собственно вопрос, ваши цели и задачи на сезон? Ну, цель наша основная, это мы участвовали в прошлом году во втором дивизионе, заняли 6 место, в принципе, по ощущениям, где-то нам не хватило технических навыков, не хватило опыта в таких соревнованиях, чтобы пройти следующий этап, ну и команды были очень крепкие на самом деле, с верхней части таблицы, вот, сейчас у нас цель выход в первый дивизион, сейчас у нас есть пару хороших футболистов, пару ребят, мы усилились неплохо и как бы настроенный сезон полный и сильный и крепкий у нас состав сейчас. Ну, начальные матчи сезона подтверждают ваши цели? Подтверждают, да, но справедливости ради следует сказать, то, что мы играли с аутсайдерами, ну, с командами из нижней части таблицы, вот, поэтому, ну, было пару крепких соперников, которых мы собрались и прошли, да, пока ожидания у нас оправдуют. Благодарю вас за ответы, удачи вам в дальнейшем. Антон, отмечал ты, что, вот, Троспо много тренируется, а, вот, Виктор Саус-Вест, вообще, как тренировочный процесс поставлен до недели? У нас проходят тренировки по средам 21-30 на вернатке. Я не могу себя назвать каким-то там тренером, мотиватором или кем-то еще, но, безусловно, смотрю тренировочные процессы ведущих клубов, смотрю игры команд, вышки и стараюсь все эти тренировки, которые в большом футболе используются, адаптировать под игру 8 на 8. Все, что я требую от ребят, это дисциплина в данный момент. От нее очень многое зависит, когда каждый за каждого играет. Я тоже, как и тренер НЧЕМПа, считаю, что защита начинается с атаки. Поэтому мы много работаем над тем, чтобы была дисциплина в команде. Как разделяются функции между представителями клуба? Мы говорили о том, что было слияние двух коллективов. Михаил Богданов, он как руководитель еще тогда Саус-Веста, Дмитрий Левин руководитель Вихри, Антон Степанов Дисоуза у нас главный тренер. Как идет взаимодействие между вами? У нас есть даже диалог ВКонтакте, у нас троих, у меня, у Димы и у Миши. Мы там обсуждаем все вопросы, которые не нужно обсуждать со всеми в команде. Я занимаюсь своим непосредственным делом, я отвечаю за результат, тренирую команду, настраиваю ее. и, собственно, Дима Левин у нас занимается всеми организационными моментами, инвентарем, финансами. Миша Богданов очень много помогает тоже и в общении с командой, и в правильном настрое, и в подсказе, когда я не могу выпустить его на ту или иную игру. Так что у всех хватает дел, все молодцы, ребята сейчас работают практически как единое целое. Настроение в коллективе очень хорошее. Ну, это и видно, что команда прибавляет, результаты не могут не радовать и футболистов, и болельщиков команды, поэтому, в принципе, вихрь, мне кажется, довольно успешный сезон. Вихрь идет наверх, судя, потому что происходит, начиная с декабря того года, только по взрастательной вверх, как в игровом плане, так и в плане комплектования команды, так и вношенство тренерских идей, потому что все равно даже по сравнению с тем годом игра у вас изменила. В лучшую сторону. То есть, если раньше было больше физическое давление постоянно, то сейчас уже наигрываются какие-то вещи определенно, то сейчас больше комментируется футболу стало, не только вот это оказание, вот этот постоянный прессинг, соперник, вот это давить его, сейчас больше футбола умного стало, но это, наверное, благодаря исполнителям, которые добавляются потихоньку и в принципе я считаю из того, что я видел в этом сезоне, то и чем-то Байкал вполне вам по зубам при грамотном подходе, при грамотном разборе, который вы делаете постоянно. Главное донести до ребят, что дисциплина это самое важное. От этого и будем плясать. Надеюсь, что это дисциплина залога результата. Да, дисциплина залога результата мне кажется, в любом футболе еще не только в футболе. Очень много зависит от кто приехал, кто не приехал, кто как провел вечер, предыгровую, за шутки на миссию. У кого какая разминка была. Антон, еще хочется задать вопрос, мы всегда его задаем про историю клуба. Здесь, мне кажется, не совсем уместно, можно сказать, полтора года клубу. Понятно, что Саус-Вест существовал какое-то время сам по себе, вихрь какое-то время сам по себе. Или же есть что-то такое интересное рассказать? Традиционное, что традиция от прошлых клубов что-то осталась? У нас сейчас даже идет обсуждение по поводу комплекта новой формы, в том числе и возможности изменения эмблемы, которые у нас в данный момент есть, потому что наша эмблема на майках это эмблема вихря. Безусловно, часть команды вихрь соус-вест составляет ребята из соус-веста, но это не значит, что мы друг другу завидуем. Сейчас мы хотим сохранить даже эти полтора года, которые были очень непростые и в них было вложено достаточно сил каждого из тех, кто был в команде и даже тех, кто ушел и тех, кто пришел, всем хочется сказать спасибо. По поводу того, что какой-то истории мы делаем здесь, сейчас. Если ребята отнесутся к этому с должным пониманием и с должным желанием, то история будет еще больше и будет о чем рассказать, кроме того, что мы вихри соус-веста объединились и подписали нескольких серьезных футболистов для любой лиги ЛФЛ. Надеемся, что в следующем году мы уже будем радовать Юго-Западную лигу. Мы тоже на это надеемся. Что ж, говорим спасибо Антону, что нашел время, пришел к нам в передачу. Желаем удачи и успехов на футбольных полях Львовской футбольной лиги. Спасибо, всего доброго, счастливо. Друзья, подходит к концу наша передача, получилась она очень большой, объемной. Понимаем, что тяжело просматривать такую объемную передачу за раз, но мы вынуждены были это сделать, так как не выходили передачи по первой, по второй лиге. Теперь все будет у нас происходить регулярно, раз в две недели, уже можно делать передачи более информационными и более компактными. Спасибо за внимание, с вами был Михаил Першин и Антон Погодин. До свидания. До скорых встреч.